Коллеги, рад всех приветствовать. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если меня видно и слышно. Супер. Ну что ж, начинаем. Меня зовут Дмитрий Романов, я основатель университета искусственного интеллекта. У нас день открытых дверей. Сразу скажу, это последний день открытых дверей живой. Так что вам повезло. Следующие у нас будут теперь только в записи. Ну что ж, по времени ориентируйтесь где-то на 2 часа. Сегодня немного увеличенная презентация. То есть я прям даже побольше информации решил вам сегодня рассказать, показать побольше кейсов и так далее. Сегодня будет только презентация курса. Это не контентный вебинар. Не будет сегодня питона, нейронок. Кто хочет питон, нейронки, заходите к нам на сайт, в раздел «Открытый материал» и там сможете посмотреть. Сегодня именно презентация курса, ответы на ваши вопросы. Запись. Запись будет завтра. Всем вам придет на почту запись. Дальше по формату. Сейчас будет первая часть, когда я рассказываю презентацию. Когда я все расскажу, после этого буду отвечать на вопросы. На вопросы отвечу на все. Прямо вообще на все ваши вопросы я отвечу. На просьбу присылайте вопросы в конце. То есть когда мы дойдем до конца, тогда присылайте вопросы. Почему так? По двум причинам. Потому что, во-первых, есть критическая масса, количество человек, когда я успеваю отвечать только на вопросы. И не успеваю рассказывать презентацию. Это 100 человек, вас сейчас 282. То есть вас уже однозначно больше. Второе. Второе. То, что на 90% вопросов будут ответы презентации. То есть на 90% вопросов вы и так получите ответ. Да. Артем, ответь, пожалуйста, тем, у кого нет видео, нет звука и так далее в чате. Хорошо. Итак, я сейчас убираю чат. Да. Артем, пришли, пожалуйста, текст всем, у кого нету, у кого совсем не получается, отключай от вебинара и говори, что будет в записи. Чтобы не было спама в чате. Хорошо. Итак, начинаем. Давайте коротко обо мне сначала. Я сам разработчик в области искусственного интеллекта. Уже очень давно, 2003 года, я начал заниматься нейронками в 18 лет. На втором курсе института. Это показалось мне безумно интересным. И с тех пор я почти все время посвятил нейронным сетям. Я занимался довольно много разными проектами. Один из самых интересных моих проектов был нейрокомпьютерный интерфейс. Это система, которая позволяла с помощью мыслей, то есть с помощью шапки с энцефалограммой, вводить текст компьютера и управлять радиомашинкой. Я лично президенту страны ее демонстрировал в 2009 на конференции в Питере. В общем, я занимался большим количеством разных AI-проектов. После этого я ушел в бизнес. У меня появилась большая компетенция именно в образовании. Я был генеральным одного крупного, крупнейшего в России на тот момент тренингового центра. Был проректором и потом совладельцем крупного психологического университета. И у меня появилась большая компетенция в образовании. На данный момент у меня больше 8 лет опыта в образовании, в организации образования. И на пересечении этих компетенций я и понял, что я безумно все равно люблю нейронки и хочу, чтобы у меня была связана работа с ними. И большая компетенция в образовании, поэтому я и решил открыть университет искусственного интеллекта. Дальше. Мы сейчас крупные. То есть по масштабам мы сейчас крупнейшие в РФ и СНГ, если говорить именно про область искусственного интеллекта. Крупнейшие. Никого даже близко рядом с нами нету сейчас по масштабам из конкурентов. Ну, мы мониторим их объемы, скажем так, на именно искусственный интеллект. Мы минимум в 5 раз обгоняем следующих заданий. В 5. Почему? Потому что мы единственные, кто специализируется только на искусственном интеллекте. То есть есть куча IT-школ, которые занимаются всем подряд. У них и C-sharp, и PHP, и Java, и управление проектами, и маркетинг, и дизайн, и чего только нет. Ну, я подписан на них, мне приходят рекламы, и я знаю, что они ведут искусственный интеллект, нейронные сети, а потом мне приходят стать мастером Google таблиц. И как бы они не специализированы, совсем не специализированы. Мы единственные, кто специализируется только на искусственном интеллекте. Мы фанатеем от этой темы. При этом по масштабам мы одни из самых крупных по количеству сотрудников по оборотам тоже в России и в СНГ. То есть мы прям крупные. И только в одну тему. Понятно, что в этой теме мы продвинулись гораздо дальше. В частности, у нас сейчас больше уже, чем 1100 участников презентации отстают, потому что у нас сейчас прибывает по 300 студентов в час в месяц. У нас большая линейка курсов, из 14 курсов она постоянно растет. Все эти курсы посвящены искусственному интеллекту. Косвенно, некоторые косвенно помогают прокачаться в питоне или там трудоустройство, но парочка косвенно именно для искусственного интеллекта. Все остальные чисто в искусственный интеллект. Дальше. У нас гигантская сейчас база контента. Ни у кого в РФ и СНГ даже близко нет такой базы контента по нейронным сетям, по искусственному интеллекту, по машинному обучению, какая сейчас есть у нас. Снова, почему? Потому что у нас команда сейчас 60 человек. Это очень немало для IT-университета, IT-школы. Из них у нас 7 разработчиков в штате. Именно нейронщиков. Не PHP-разработчиков. Именно нейронщиков. У нас 7 человек в штате, которые работают полностью на зарплату и целыми днями плодят контент. И проводят наше обучение, курсы. Ни у кого из других IT-школ. Я редко вообще знаю, чтобы у кого-то были вообще разработчики в штате. Но 7 специалистов по нейронным сетям и искусственному интеллекту в штате ни у кого точно даже близко нет. Кстати, чтобы быть честным, все наши нейронщики в штате это наши выпускники. Или наши еще пока действующие студенты, кто джуниоры. Все семеро. Все. Никого нету ни наших выпускников. При этом я очень трезво нанимаю людей. Очень трезво слежу за этим. Все семеро наши выпускники. И мы собеседуем и отбираем только из наших выпускников. Я вообще не смотрю на хатхантер. Поначалу я смотрю на хатхантер. Пока у нас еще там не было первых выпусков. Но потом, когда появились наши выпускники, они казались наглого круче тех, кто с хатхантера. При прочих равных зарплаты и так далее. Дальше у нас 19 примерно внештатных преподавателей и кураторов. То есть мы очень много. У нас сейчас чуть больше, чем полтора года. Мы очень много отобрали, проверили, протестировали преподавателей и кураторов. В том числе у нас, например, один из преподавателей сейчас готовит курсы на американском рынке. Мы в августе запускаем. То есть полностью англоговорящие и так далее. Дальше у нас огромное количество кейсов. Только вчера защитились еще три человека. Так что не 59, а 62 кейса уже. Это кейсы реальные реализованные нейросетевые проекты. Реальные нейросетевые проекты, которые сделали наши выпускники. В том числе для крупных компаний типа Сбербанка, Газпрома и так далее. То есть это прям проекты, которые сделаны для них. И для многих других мелких компаний. Кто-то для себя, для портфолио, для стартапов и так далее. Дальше мы работаем по государственной лицензии. У нас лицензия департамента образования города Москвы. Мы выдаем дипломы, полноценный диплом установленного образца о профессиональной переподготовке. Ну и последние пару пунктов. Часто спрашивают про сапожник с сапогами или сапожник. Так вот у нас сапожник с сапогами. Мы ведем свои собственные проекты. У нас есть стажировка. Мы сейчас ведем медицинский проект. Мы ведем проект по квадрокоптерам с автопилотом. В общем, у нас есть собственные проекты нейросетевые, которыми мы работаем, которые я планирую в ближайшем будущем продать просто каким-то крупным компаниям, когда мы их оформим и сделаем качественную нейронную сеть технологий. Последнее. Мы в данный момент открываем компанию в США. Планово 15 июня. Через один месяц, два дня она будет открыта полностью. И в конце августа мы запускаем первый американский курс. То есть курс полностью на английском, на американском рынке. То есть у нас еще чуть-чуть-чуть осталось до реально международного университета, когда слово международное это некрасивая приставка, что у нас еще учатся из других стран. Ну, у нас и так там из всех подряд стран. Из США, из Китая, из Европы, из Азии. Отовсюду у нас есть студенты. Ну, и как у всех, грубо говоря, кто IT обучает. Но у нас будет именно полностью американское юридическое лицо. Первый курс и так далее. Еще чуть-чуть мы станем прям именно международным университетом. Подчеркну еще раз, мы специализируемся только на искусственном интеллекте. Вся команда, вот эти все 60 человек, все там 7 разработчиков, которые занимаются только кодингом полностью, у нас на полную ставку, по 7 дней в неделю, если говорить реально, работают только над одной темой, не такого другого на рынке. Кстати, что интересно, с нами сейчас постоянно общаются люди из Турции, Эмиратов, Туниса и так далее, и говорят, что они хотят принести наш продукт туда, потому что там нет таких курсов, им их не хватает. Хорошо. Основной курс, наш флагманский курс. То есть у нас из 14 курсов есть флагманский курс, и остальные курсы при нем, дополнительные для прокачки навыка или подготовительные и так далее. Основной флагманский курс – Data Science и нейронные сети. То есть мы не только не распыляемся на кучу направлений, у нас вообще говоря 80% нашей энергии идет в один вот этот флагманский курс всей команды. Он стартует, вот он только стартовал, только что, прошло два занятия. Мы вам говорим про него, потому что вот сейчас самый последний момент на него присоединиться. Сразу скажу, следующий такой же курс стартует 19 июля. Вы можете выбрать пойти 19 июля или сейчас. Я рекомендую идти сейчас, потому что 2 недели – это еще тот срок, который можно наверстать, и вы быстрее станете крутым разработчиком, быстрее подключитесь. Но снова рассматривайте сами трезво, куда вам удобнее. Я рекомендую идти сейчас, можно идти на 19 июля. Следующий такой же курс будет в самом конце сентября или 1 числа октября, примерно там. Дальше. У нас есть две версии этого курса. На 6 месяцев и на 9 месяцев. В чем разница? На 6 месяцев – это курс для программистов, состоявшихся, кто уже сейчас работает программистом, ну или имеет опыт программирования. На 9 месяцев – это курс для тех, кто не программист и никогда не программировал, и вообще у него гуманитарная профессия и так далее. К нам приходят учиться на этот курс, который на 9 месяцев. Я их называю PRO и LITE. PRO – это программисты, LITE – это новички. Так вот, на LITE курс приходят у нас врачи, юристы, аналитики, школьники, 12-летние, 13-летние, лингвисты, филологи и так далее. Совсем разные профессии, вообще любые. То есть к нам приходят совсем с гуманитарным образованием, без знания математики и так далее. Некоторые люди приходят вот прям совсем ноль-ноль-ноль, вот прям совсем ноль. И мы с вами умеем работать. То есть мы по максимуму стараемся вообще всем дать инфу. Какой бы у вас ни был уровень, мы вот сейчас специально разработали и запускаем курс прям совсем с нулей от софт-программирования, с объяснением, что такое переменная, что такое функция и так далее. Мы сейчас вот разработали, мы вот сейчас запускаем буквально в ближайшие дни, и вы его сможете получить в подарок курс, там, введение в IT, что такое junior, senior, middle, что такое GitHub, что такое компилятор, интерпретатор и так далее. Прям вообще с нулей. У нас большая история работы с полностью новичками. Это наше тоже отличие от конкурентов. Мы работаем с полностью новичками. Мы начинали с того, что мы вообще давали, говорили, эй, все пишем нейронки с первого занятия, я хоть бы программист, хоть нет. Это было полтора года назад, когда мы только появились. И, кстати, люди писали, что удивительно. Потом мы стали говорить, так, давайте мы вам дадим кураторов, вот разные группы сделаем, и кураторы будут одни сильными, другими слабыми. Потом мы решили, давайте разделим, разные потоки сделаем. Потом мы решили чуть-чуть программу поменять у разных потоков. Потом мы поняли, что надо разделить вообще на два курса, сделать 6-9 месяцев разницу. И это оказался оптимальный вариант, прям самый оптимальный. Сейчас мы даже выделяем еще поток ультралайт. Типа тем, кто совсем-совсем тяжелый, у них будет 12 месяцев поток. Ну, 11 где-то, 12 мы сейчас планируем его. Чем они отличаются, 6-9 месяцев? Разница только одна. У обоих потоков будет 6 месяцев нейронных сетей. Но у Лайтова будет вначале 3 месяца программирования. То есть, сначала 3 месяца программирования, и потом те же самые 6 месяцев нейронных сетей, как и у Пропотока. Те же самые 6 месяцев, ровно те же самые. Вначале 3 месяца Python, математика, 13 занятий, 13 недель. Вот оно все отличие. Какой критерий, как отличается? Если у вас есть хотя бы год, один год программирования, ну или если вы очень способны, полгода программирования на любом высокоуровневом языке, если вы понимаете, что такое классы, for, while, if, сортировка и так далее, там аргументы функции, если вам это понятно, то вы можете смело идти на pro, там требуется очень простой уровень. Если вы совсем не программировали или программировали на фортане в высокое 20 лет назад, вам лучше на light поток. Ну вот, визуальное повторение, у нас совершенствуется чуть презентация, визуальное повторение, у новичков сначала питон и математика 3 месяца, потом 6 месяцев нейронных сетей, у программистов сразу 6 месяцев нейронных сетей. Мы вам дадим подарочными курсами питон и математику, вы сможете изучать параллельно, но мы не хотим тратить ваши 3 месяца на освоение этого, потому что питон, программист, любой осваивает просто в лед. И мы хотим экономить ваше время, чтобы вы как можно быстрее освоили нейронки. Дальше у нас будет куча курсов в подарок, куча. То есть новички получат основа питон, введение в IT, введение в программирование, это как раз для ультралайт. Введение в IT это теоретические будут курсы, типа что такое программирование, что такое интерпретаторы, компиляторы, какие есть языки, что такое гитхаб, хранение, контроль версии и так далее. Введение в программирование это суперпростой уровень, прям супер азы. Это тем, кому это вот надо, кому прям совсем с нуля. Введение в искусственный интеллект это курс про основы искусственного интеллекта, как обучаются нейронные сети, как они работают. Я там показываю примеры мировые, показываю примеры из нашего реального бизнеса применения российского, ну или около российского и так далее. И последнее трудоустройство, 10 занятий от владельца IT HR агентства, курс по тому, как писать резюме, трудоустраиваться и так далее. Программисты получают курсы в подарок питон для анализ данных и базовой математики. Это более продвинутые курсы, это фактически то же самое, что будет 3 месяца на старте лейтов, только вам мы их даем факультативно. И также введение в искусственный интеллект и трудоустройство. То есть на самом деле к этому основному курсу вы получите, правда уточню, при быстрой оплате, при быстрой оплате в течение 4 дней вы получаете огромный пул подарочных курсов. Они на самом деле в сумме размером почти такие же, как весь полный курс тот. Дальше. Две аудитории. У нас есть две аудитории, для кого этот курс. На самом деле три. Третья аудитория – это компания. К нам периодически приводят компании обучаться своих разработчиков, но это отдельная история. Мы обычно с ними консультируем эти компании, подбираем, рассказываем, где им применить, подсказываем и так далее. То есть они реже на дне открытых дверей. Бывают предприниматели, руководители, поэтому сегодня я про них не рассказываю. Две аудитории основные у нас – это лайты, те, кто хочет стать программистом, и про, это те, кто программисты. Какая цель основная обучения? Те, кто хочет стать программистом, основная цель первая – стать джуниор-AI разработчиком. Джуниор – это начинающий, то есть младший разработчик. У нас есть джуниор, мидл и сеньор. Мидл – средний, сеньор – это старший, ведущий и так далее. Второе. Вы сможете трудоустроиться с гарантией. Мы даем гарантию трудоустройства по договору. Мы вас трудоустроим. Я про это сегодня подробно расскажу. Мы реально все, кто доустроен. Дальше. Вы сможете зарабатывать примерно от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. 70 раз 100. Чтобы не быть голословным, у нас сейчас работают джуниоры в среднем на 80. То есть средняя зарплата джуниоров у нас, которые у нас еще доучиваются сейчас, то есть к завершению курса, 80 тысяч рублей. Снова. Я очень трезвомысленно отношусь как предприниматель к зарплатам. То есть будь на HeadHunter мощнее и дешевле разработчики, я выбрал их. И что-то менял бы в нашем обучении капитально. Но, к счастью, наши сильнее. Второе. Программисты. Если вы программист, основная цель, основной результат для вас будет то, что вы станете mid-layer разработчиком, mid-long за 6 месяцев вместо 2-3 лет самостоятельно. Почему так быстро? Я вообще дальше буду это раскрывать. Но основное. Первое. Мы дадим вам кучу готового контента. Прям написанных исходников с подробными комментариями, разобранных подробнейшим образом. У нас многие потом выпускники пишут благодарные письма, или говорят там созвонок и так далее, что они говорят, что мы пришли на новую работу, и вы нам дали столько готовых исходников, что мы там мгновенно развернулись и мгновенно выдали крутой результат. Реально мы с обучения выдаем вам... Мы не пишем никакого авторского права. Мы сейчас юристами прорабатываем договора. Юристы говорили, ну давайте мы пропишем авторское право, что студенты не имеют права использовать то, что на занятиях. Сказал принципиально нет. То есть мы, наоборот, хотим собрать фреймворк и вам отдавать это удобным вообще в формате фреймворка. То есть мы вам даем все исходники, которые вы проходите, используйте их в работе смело, где вам нужно и так далее. Никаких там авторских прав не будет. Первое. Второе. У вас будет анлим-консультации. Анлим. Вообще анлим-консультации. То есть консультируйтесь, сколько вам нужно для создания своего проекта, для обучения. Все время обучения, да и даже после, на самом деле, мы тоже открыто консультируем, когда даже курс кончился. То есть у нас никогда куратор или я не скажу, что типа нет, ребята, все, соль, курс кончился. Нет, мы всегда ответим, мне пишут постоянно люди, которые уже давно завершили обучение. И я им что-то подсказываю по нейронкам постоянно в WhatsApp и в Телеграме. И на ВК. За счет этого очень проработанный контент и глубокий. Да, кстати, контент у нас будет супер глубокий. То есть на рынке далеко не все сеньоры знают то, что вы будете проходить на этом курсе. За счет этого станете медлами очень быстро. Сразу скажу, джуниоры, лайты, у вас будет тот же самый контент. То есть к вам это тоже все относится. Медлами вы не станете. За курс сразу говорю трезво. Но потому что, чтобы стать медлом, нужен бэкграунд, программирование. Тем не менее. Но сильными джуниорами вы станете. Реально сильными. Второе. Медлы, прошники, вы реализуете свой нейросетевой проект. Сразу скажу, все реализуют проект. И лайты, и про. Просто я упроеменно делаю на это акцент, потому что обычно им это важно. Либо для своей компании, если вы идете от компании, у нас постоянно оплачивают компании за разработчиков обучения. Либо для своей компании, если просто вы хотите. Многие разработчики, как оказалось, им приятно, такая созидательная деятельность, ощущение благодарности от компании. То есть многие хотят, сами идут на курс, сами оплачивают, но делают проект для компании. Кто-то сделает проект для своего опыта для портфолио, кто-то для своего стартапа. На выходе у вас у всех будут готовые нейросетевые проекты. Если нужно с темами проектов, с базами, еще с чем-то, мы поможем. У нас есть чем вам помочь. Лайты, вы тоже сделаете проект на выходе. Вам это особенно будет важно для портфолио. Кто сейчас не программист и кому надо трудоустроиться, проект, это портфолио, это самое важное, что трудоустраивает, самое важное. Дальше. Про. Если вы хотите трудоустроиться без проблем, вам также действуют гарантии трудоустройства. Просто я не акцентирую на этом здесь внимание, когда говорю про вас, потому что это актуально скорее лайтам. То есть из лайтов 95% для трудоустроиться, по нашей статистике. Из про 15-20%. Кстати, 100% лучших из вас мы заберем к себе. Так что у нас сейчас быстро растет штат разрабов. Наши принципы обучения. Несколько наших основных таких принципов. Первое. Готовим каждого участника сделать на выходе проект. Проект это самое главное, самая основная часть обучения. Мы не обучаем, мне кажется, это глупо, мы обучаем, что типа, вот вам просто знание, вот попробуйте, сделайте домашку, все, вы молодцы, вы теперь знаете. Хочется, чтобы вы применяли это на практике. Поэтому мы делаем основную цель на готовый проект финальный. Второе. Для этого мы даем анлим консультации. Неограниченное количество консультаций, реально неограниченное. Хоть каждый день пишите. Я постоянно консультирую, наши ребята постоянно консультируют. У нас на это все настроено. Причем и текстом, и со звонами, как вам будет нужно. Дальше. Мы даем гарантию трудоустройству. Прям гарантию. Я чуть впереди расскажу. У нас есть чит-кодный канал, как мы вас трудоустраиваем, которого нет у других обучающих школ. Поэтому мы без проблем даем и выполняем гарантию трудоустройства. Дальше. Мы обучаем самым передовым технологиям. Мы прокапываем до глубоких сеток. Сразу скажу прямо и открыто. У других курсов нет таких глубоких сеток проработанных. Как у нас. Потому что никто не специализируется. Прям только на AI. Ни у кого нет семи разработчиков в штате. У нас есть куча сеток типа DeepSpeech, YOLOV3, Retina, DQN и так далее, которых фиг где найдешь, если говорить прямо. Мы их переписывали своими руками. Мы потратили туда кучу денег, сил, времени, разрабов и так далее. И у нас глубокие крутые сетки. Есть переписанный готовый код своими руками. И такой ответ практически ни у кого нет у этих сеток. Или уж если вы в нашей курсе типа Трудус интеграция в продакшн, не найдете вы это ни на GitHub, ни где-то на других курсах. То есть у нас есть такие темы, которых нет ни у кого, нигде. У нас они проработаны своими руками. Это первое. Это глубокие, крутые, продвинутые темы. То есть у вас не будет что, типа, по распознаемку котиков, собачек, ура, вы теперь умеете распознавать изображения. Нет, мы будем до глубоких, крутых тем доходить, на реальных крутых базах и так далее. Второе. Мы заморочены на качество контента. Весь контент покрыт комментариями. То есть весь код нейронок покрыт комментариями. У всех разделов есть ссылочки на YouTube именно на то место, где ведущий преподаватель рассказывает про этот раздел, чтобы вам не искать долго в вебинаре, а где было то место, где рассказывается какой-то фрагмент. Дальше. В конце каждого файла с кодом есть глоссарий. То есть вся основная терминология базовая и так далее. Мы сейчас готовим ко всем занятиям методички. На 10-15 страниц текстовая методичка после вебинара. Мы... Это классная тема, моя гордость. Мы даже перевели документацию основной библиотеки, нерастевой сейчас Кереса. Первый перевели ее на русский. Никто не переводил другой, хотя куча кто обучает Кересу. Никто не переводил. Мы первые, кто перевели на русский, выложили, и у нас все ссылки... Там 300 с лишним страниц было этой документации. Мы не только перевели переводчикам, мы еще и перевели... Ну, потом отдали нашим нейронщикам, студентам платно, или за курсы в подарок. И они проверили именно как нейронщики все эти тексты. И у нас есть переведенный Керес, и ссылки все туда идут, за документацией. И мы сейчас переводим Тендерфлоу, чего тоже еще пока никто не сделал. Ну, там кусочки только. Последний качественный сервис. Мы стремимся, чтобы вам было удобно. Мы делаем дополнительные занятия. У вас всегда будет менеджер поддержки на связи. Мы проводим опросы, мы прозваниваем контрольную группу 100 человек каждый месяц, как вам учатся. Мы очень активно реагируем на обратную связь и так далее. В частности, вы там можете проконсультироваться по вашей задаче заранее, еще до старта потока, до оплаты и так далее. Там сможете ли вы сделать свою задачу. В общем, мы заморочены на хороший, качественно, удобный сервис. И у нас он действительно хороший. Хорошо. Вот наши основные принципы. Преподавателем этого курса будет Сергей Пузин. У нас сейчас он самый старший разработчик в команде. У него 10 лет опыт программирования, Java-разработки. Но основной у него был Java-разработчик, 3 года искусственного интеллекта. Он также наш выпускник наших же курсов. Мы его схантили к нам из Роскосмоса. Для примера, в Роскосмосе он делал нейронку, которая отвечает за стыковку кораблей с МКС. По видео просто. То есть представьте, какие масштабные проекты. Там же идет все время борьба за тоннаж у ракет, чтобы было поменьше для взлета, для экономии топлива и так далее. А там и оборудование, которое стыкует, оно очень тяжелое. И как раз была идея переделать это на нейронные сети. Собственно, Сергей как раз тот человек, который переписал значительную часть наших топовых сеток. YOLA-V3, Retina, Dequan, Deep Speech и так далее. Он будет у вас преподавателем. По отзывам студентов он преподает даже лучше, чем я. Что меня радует. Хорошо. Дальше. Сейчас будет раздел отдельно сначала про лайтовку, потом для про, но актуально будет всем. Я сделал виртуальное разделение. Виртуальное. То есть по большей части это будет инфа актуальная для всех. Просто здесь будет побольше упор на трудоустройство, а у про побольше упор на проекты, нейронки и так далее. Для тех, кто только хочет стать программистом. Курс для вас, Data Science и нейронные сети для новичков. Цель. Стать джуниором, трудоустроиться, зарплата от 70 до 100 тысяч. Кейсы. Это примеры нейронок. Сейчас их здесь стало больше в этой презентации, я постараюсь их рассказывать быстро. Это примеры нейронных сетей, реальных, которые написали люди, которые пришли к нам с полного нуля. С полного нуля. То есть они не программисты вообще. Примеры. Это номер два по крутизне наш диплом. Номер два. Потом будет номер один. Оценка стоимости квартир. Павел, он владелец маркетингового агентства, которые работают с риэлторами. Они занимаются оценкой квартир. Один из их проектов. И раньше оценивали люди руками. Им нужна была нейронка, которая будет оценивать квартиры московские. Им нужно было попасть, чтобы ошибка нейронной сети была не больше, чем 350 тысяч в среднем. Он в итоге сделал нейронку. Он никогда не программировал, был не в теме вообще. И он сделал нейронку за курс. С этой целью он ушел на курс. Ошибка у нейронки получилась 168 тысяч всего. То есть в два раза ниже, чем плановая. На самом деле даже в 350 тысяч. Ну, мне было, скажем так, интересно, как он будет это делать. Он наложился в 168 тысяч. А дальше самое крутое. Первое. Его нейронка по мощности оказалась прям равная мощности нейронки от Забербанда. И нейронки от Яндекса. Это первое. Второе. Сбербанк пригласил его работать, развивать их нейронку. Третье. Ну, он отказался, очевидно. Третье. У них появился собственный проект с Росимуществом. И четвертое. Иностранный фонд проинвестировал им денег. И у них капитализация стала 200 миллионов рублей. Кстати, кто захочет, я потом скажу, куда обращаться с вопросами. Напишите. Можно будет посмотреть защиту его диплома. Где он это все рассказывает, защищается. 1 марта была защита его диплома. Собственно, вот такой кейс. Это один из самых крутых кейсов. Человек с полного нуля написал нейронку, которая по мощности конкурирует с нейронками от Забера и Яндекса. Дальше. Участник написал нейронку, которая может экономить очень много денег компании на разметку баз. Нейронка сегментирует лица, как вот здесь на картинке, на фотке. Но обычно требуется размечать базу. Базу такую разметить стоит где-то 300-400 тысяч рублей, чтобы получить нейронку. Мы сейчас постоянно размечаем базы для вас, для обучения, для своих проектов. Я очень в теме, сколько это стоит. Вот 300-400 тысяч обошлось бы разметить базу. Там надо каждое лицо ввести по контуру, чтобы обучить нейронку обнаруживать лица. А он придумал алгоритм, который выявляет вот так не идеально ровно, но без разметки вообще. Вообще без разметки. То есть это супер дешево оказывается для компаний. Ноу-хау технология. И вот как раз вчера защищался дипломник, который продвинутую сделал нейронку. Дальше это технология по обнаружению самолетов в небе. Тоже с помощью такой же технологии. Без разметки. Это наш самый старший выпускник Алексей, 66 лет. Самому старшему студенту у нас сейчас 73. Самому младшему 12 лет, насколько я знаю. Девочка 12 лет занимается. Кстати, многие думают, что у вас там, наверное, молодые занимаются типа 20-25 лет. Ребята после института нет. У нас средний возраст 35-40. Средний 35-40. У нас куча людей 50-60 лет. Ну вот 73, самый старший женщина у нас сейчас обучается 73 года. Алексей, самый старший выпускник, 66 лет. Он написал нейронку, которая определяет дефекты сеть хозяйственных полей. Квадрокоптер летит над полем, фоткает. И если на поле здоровая нейронка скажет, что она здоровая, а если она там эрозия почвы, засуха, болеют растения, сорняки и так далее, она скажет, что поле болеет. Ну, что-то там не так. Дальше. Прикольный диплом, оценка правомощности доступа к документам. Большая компания, если не ошибаюсь, она занимается фарма-исследованиями. У людей есть доступы, типа уровень 1, уровень 2, уровень 3. Но часто человеку для работы нужен доступ, а у него нет такого уровня. Но ему реально нужно. А часто пытаются злоумышленники украсть инфу. То есть человек получил доступ, уровень 2, на самом деле он злоумышленник. И он сейчас откроет что-то не то. Они написали нейронку, которая анализирует, что человек открывал перед этим, если он уровня 2, но он запрашивает доступ к документу уровня 3, анализируя, каким исследованием он занимался, нейронка может сделать вывод, что правда ему для работы нужен доступ к этому документу и откроет. А если у человека был уровень доступа 2, и он мошенник, злоумышленник, и он просит теперь к какому-то совсем другому документу уровня 2, который он хочет украсть, доступ, изображая, что он занимается исследованиями, нейронка поймет, что он делает что-то не то и сблокирует ему доступ. У них получилось сделать такой проект. Для компании своей это безумно крутая и интересная тема. Снова, это с нуля, не программисты. Дальше. Поиск в аналитических статьях фондового рынка США тоже 1 марта защищался. Участник, студент, у него был, грубо говоря, он закидывал кучу аналитических статей на английском языке и говорил мне, Ронки, найди основные темы, какие там есть. И она там выдавала разные темы. Он мог выбрать любую тему, сказать, например, окей, про выгодность инвестирования. И дальше она анализировала все статьи и находила все фразы, где как-либо было сказано про выгодность инвестирования. Ну, типа, акции Тесла выросли и сейчас их стало выгодно покупать или еще что-нибудь. Или мы предполагаем, что акции такой-то компании в ближайшее время будут падать или еще что-то. То есть оно автоматический умный поиск. У нас, кстати, такое будет на занятиях. Похожее. Типирование по соционике. Соционик – это психологическое типирование на 16 типов. Участник сделал по фотографии и по тексту так, что нейронная сеть достаточно хорошей точностью определяет психотип человека. Это, на самом деле, очень крутая тема для собеседований, для переговоров, для образования, особенно школьного и так далее. Другой дипломник позже, где-то через полгода после него, недавно защищался определение психотипа по фото – это физиогномика. То есть у него был несколько типологий физиогномики, размеченная база, и он по фото определял по физиогномике, по форме лица человека тип. То есть нейронка заменяла эксперта. Это один из крутых дипломов, диплом для нефтегазовой, очень крупной, очень известной компании. Участник сделал нейронку. Он сам выбирал тему. Он сейчас будет обсуждать внедрение этого. Нейронка, которая… Точнее, не нейронка, там генетический алгоритм, который автоматически говорил, как надо гнать газ в Европу, по каким трубам, учитывая их реальную загруженность, учитывая, сколько будет стоить прокачать их через насосные станции и так далее. А как распределить? Там огромная сетка этих труб. Вот как определить, по каким трубам, куда и как гнать этот газ в Европу. Там очень нетривиальная задача на самом деле. Предсказание. Сейчас, давайте, я посмотрю, это последний кисель или нет. По-моему, это предпоследний. Да. Предсказание количества дней до продажи автотехники. Участник, я помню, хорошо этот диплом так консультировал. Ну, я многие из них консультировал. Надо было продавать технику строительную, крупную, типа КамАЗы, там, тракторы и так далее. И надо было определять, за сколько дней продастся вот эта новая техника. Но когда появляется новый клиент на технику, за сколько дней он купит? В среднем покупали за 60 дней. Им надо было попасть плюс-минус неделю. У него получилось попасть плюс-минус 6 дней. То есть приходит новая техника, новый клиент на нее, и нейронка говорит, что, типа, он купит за 53 плюс-минус 6 дней. Вот ожидайте, например, так. А другой, там, за 82 плюс-минус 6 дней и так далее. Для компании делался проект, тоже, ну, то есть применен в продакшене. Это тоже для компании. Это очень интересный участник. У него было прогнозирование конверсии в зарегистрирование. Короче, компания занимается трейдингом, ну, типа Форекса. Ну, есть люди регистрируются на бирже. Ну, все, это не один XBET, белое, все легальное. Человек регистрируется на бирже, чтобы трейдинг открывать демо-счет. Вот надо было по его поведению на демо-счете, на сайте и вообще определить, он реально потом будет трейдить, будет выносить депозит или не будет. И он написал нейронку, которая успешно это определяла, прям явно выявляла тех, кто реально будет трейдить. И он как раз, исходя из этого диплома, трудоустроился потом нейронщиком с полного нуля, причем пришел. Его в октябре сократили, я с ним общался на новогодних праздниках. Он к Новому году за два месяца нашел работу именно нейронщиком. Прошел успешно около 10 собеседований и попал на компанию, у которых был запрос на задачу, прям релевантный его диплом, очень похожий на его диплом, определение фейкового трафика. И его сразу взяли на работу. Вот. Вот такие кейсы. Это все, все вот это написали люди, которые до этого никогда не программировали и программировали на фортране Basic 20 лет назад. Конечно, ну не программист они. Вот такие проекты они пишут по выпуску с курса. Дальше. Как выглядит курс? Это для лайтов. Ну, упро похож, упро просто нет вот этого стартового блока. У лайтов 6 занятий Python, 5 математика, 2 data science. Ну, аналитика. 13 занятий на старте, 3 месяца. Потом 26 занятий по нейронным сетям. Вот упро, пока то же самое будет, 26 занятий. В середине курса курсовая, мини-диплом, стажировка для тех, кто пойдет на стажировку. После курса диплом и экзамен. Защищаете диплом, сдаете экзамен. Потом трудоустройство. Все. Вот так выглядит все ваше целиком обучение. Блоками будут блоки каникул. После первого блока до нейронов будут каникулы, посредине нейронов будут каникулы по 2 недели. Кому-то отдохнуть, кому-то нагнать и так далее. Дальше. Мы гарантируем трудоустройство. По договору это будет прописано. Что это значит? Мы вас будем трудоустраивать до победного. То есть мы с вами соберем ваше резюме. Мы сейчас пишем свой собственный HR-портал. Он будет скоро готов. Летом, 15 августа. Ой, июля планово. То есть мы будем на своем HR-портале создавать ваше резюме, описывать ваш опыт, описывать ваше портфолио. С HR вы будете это делать. Снимать видюшку там про вас и так далее. То есть красиво упаковывать. Дальше мы подбираем для вас кампании и отправляем вас. Или даем вам тестовые, или отправляем вас, если они сразу собеседование ставят. И подбираем вам кампании. Выходите на собеседование. Делаете тестовые задания до тех пор, пока вы не трудоустроитесь. То есть прямо до победного. Сразу скажу, меня часто спрашивают, какая вероятность трудоустройства. Если вы закончили курс, сдали экзамен, диплом, сдали домашки, то вероятность трудоустройства 100%. Вопрос только во времени, как быстро вы трудоустроитесь. То есть точно есть кампании, поверьте, я знаю, мы сейчас постоянно трудоустраиваем. Я сейчас постоянно нанимаю нейронщиков, и мы трудоустраиваем сейчас нейронщиков, наших выпускников. Точно есть кампании, куда вы подойдете. Вопрос только времени. На что влияет? Среднее время 2-3 месяца. Среднее время нормальное трудоустройство 2-3 месяца. Если у вас большой возраст, например, 57 лет, 60 лет, может быть и больше, можете ли вы трудоустроиться? Можете, просто будет чуть сложнее, чуть дольше. Если вы из Мальникового города переходите на удаленки, можете ли вы? Можете. Чуть сложнее, чуть дольше. Кстати, сейчас на самом деле удаленка выходит в приоритет у очень многих компаний, особенно уж нейрончиков на удаленки без проблем берут. Можно ли брать заказы фрилансом проектные, а не устраиваться на вакансию? Можно. У нас сейчас 50 на 50, примерно, компании присылают либо вакансию постоянную, либо проект именно как на фриланс. Типа на 4 месяца, на 6 месяцев проект. Если вы из Москвы, вам 25, вы суперкруто обучились и уже 8 лет программируете на C-sharp или Java, то вы трудоустроитесь очень быстро, за 2-3 недели. Если вам 57, вы из Мальникового города и никогда не программировали, вы трудоустроитесь просто подольше, за 5-6 месяцев. Но вы реально трудоустроитесь. Нет такой опции, чтобы вы не трудоустроились. Реально, я не видел ни одного из наших студентов, кто бы хотел бы тут устроиться и не смог. Не было такого. Вопрос чуть раньше или чуть позже. Дальше. Как мы вас трудоустраиваем? У нас есть чит-код канал. На самом деле мы получаем кучу заявок от компаний, которые говорят, нам нужен разработчик. Но только сегодня мы обсуждали кучу таких компаний. Сейчас у нас несколько вакансий в работе, которым нужен разработчик, которых мы запускаем в работу. То есть есть компании, которым нужны разработчики. Они нас выходят сами, либо мы их активно привлекаем к нам. Мы проводим конференции для предпринимателей. Пару недель назад была последняя конференция. Чуть-чуть раньше. 21 апреля была последняя. И к нам с конференцией мы их проводим бесплатными. Нам с конференцией приходят заявки на разработчиков. Мы разработчиков подбираем компаниям тоже бесплатно. То есть мы делаем очень выгодно компаниям. Мы им выстраиваем весь процесс бесплатно, чего им никто не сделает. IT-чер-агентство берет с них по 300-400 тысяч за найм одного разработчика. Мы компаниям делаем все бесплатно. Поэтому компании к нам очень активно идут и берут разработчиков только через нас. Они к нам относятся супер лояльно. Никто из них никогда не спрашивает, типа, а сколько ему лет? Они из маленького ли он города, ваш кандидат и так далее. Если мы им приводим кандидата и говорим, вот он молодец, он хорошо работает. Но они, естественно, прособеседуют, чтобы проверить вообще адекватность каждого кандидата. Но всю тему экспертности они спрашивают от нас. Если мы даем отмашку и говорим, да, вот он молодец, а мы на конкурсной основе отбираем. Из вас же, да. У нас, например, там сейчас проект по кластеризации для ритейл-компаний. Ну, там шесть ответивших человек, откликнувшихся. Мы сейчас выбираем троих на платные тестовые задания. Короче, у нас есть чит-код-канал «Как вас трудоустраивать». Мы сейчас наращиваем темпами, пишем свой HR-портал крутой. Именно по искусственному интеллекту он будет первый в России, возможно, в мире. Я не знаю, надо помониторить американский рынок, ну, мировой рынок. Но в России СНГ точно это будет первый по искусственному интеллекту HR-портал. У нас свой штат HR-портал. И у нас есть заявки от компаний, которые ищут себя разрабов. Именно так мы вас трудоустраиваем. То есть мы не будем звонить по фотохантуру и говорить, ребята, пожалуйста, вот искусственный интеллект, так круто, рассмотрите наших выпускников. Нет, это очень глупо. Мы делаем входящий поток компаний. Мы их обучаем на конференциях бесплатно. Я им рассказываю все. Они к нам очень лояльны, ко мне лояльны, к нам к компании лояльны. То есть они нам полностью доверяют подбор вас. Мы вас внимательно тестируем, реально внимательно тестируем, собеседуем и отправляем к ним. Ну, если вы сдали диплом и экзамен, считайте, вы протестированы. Ну, то есть тех, кто сдал диплом и экзамен, мы отправляем все. Уже можно трудоустроить. Так, как проходит процесс? Я коротко сказал. Делаем резюмешку, подбираем компании, ставим собеседование, проводим тестовые задания. В конце мы компаниями сопровождаем, даже помогаем по договору, по KPI-кам, целям и так далее. То есть мы вас будем сопровождать потом. Да, часто спрашивают, типа, если я трудоустроился, сделал проект, то дальше что мне? Приходите, вам анлимбует трудоустройство. Если вы трудоустроились, сделали от нас проект, приходите к нам снова, мы вам снова подберем проект. То есть без проблем. Дальше, о дипломе. Мы диплом, вот эта фотография с учения дипломов 22 ноября. Часть из этих людей как раз в кейсах, которые я вам рассказывал. Нет, большая часть из них будет еще в кейсах впереди. Мы выдаем диплом установленного образца. У нас лицензия департамента образования города Москвы. Кому мы можем выдать этот диплом установленного образца? Чем он отличается от другого? Есть диплом государственного образца. Это диплом за 1 и 2 и выше. Это диплом переподготовки, диплом установленного образца. Но он также официальный, в корочке, с приложением. Ну вот вы видите, они красненькие, такие красивые дипломы. Они полностью выглядят как дипломы 1 и 2 высшего. Ну, кроме, понятно, что шапки, что профессиональные при выготовке. Мы можем вам его выдать, если у вас есть первое, высшее или среднеспециальное. Если их нет, не можем выдать. Если вы их получаете и скоро получите, когда получите, сможете прийти к нам, и мы вам выдадим. Дальше, насколько этот диплом котируется? Он котируется однозначно, особенно если вы сейчас не программист, и вы захотите трудоустраиваться, но через нас еще лайтовее. А если вы где-то извне будете трудоустраиваться, понятно, что вас просят, у вас первый высший дизайнер, бухгалтер, экономист, юрист, врач. Почему вы решили идти программистом? И просто сертификат с какого-нибудь курса будет не круто. Диплом будет круто, потому что это будет супер профильное учреждение, университет искусственного интеллекта. Это будет очень профильная специальность именно по искусственному интеллекту. Там даже будет вписана ваша тема диплома реально. Это будет вам плюс вес. Дальше, котируется ли он за границей? Дальше, котируется так же, как всероссийские дипломы, с меньшим весом. Но так как мы сейчас открываем юрлицо, компанию, корпорацию, если говорить правильно терминами, в США, мы сможем вам давать от американской компании сертификаты. Это не просто будет сертификат на английском, это будет сертификат на английском от американского юрлица. Поэтому к вашему выпуску мы вам точно сможем дать такие сертификаты. Это для трудоустройства иностранной компании. Кстати, да, на всякий случай у нас есть заявки от иностранных компаний, сейчас уже, к счастью, на разрабов, ну, от европейских, американских и так далее. Чуть дальше я скажу про это. Ну, скоро. У нас есть компании-партнеры, крупные, в частности, Сбербанк, но его не надо вам представлять. Мы с ними присылаем наших разрабов, и плюс мы с ними сейчас обсуждаем стажировку. Летом мы планируем стажировку с Сбербанком, если ничего не отвалит. АйТек – это крупная IT-компания на 3000 сотрудников. Фармасинтез – очень крупная фармакологическая компания, там уже три стажера наши занимаются. Медиалогия – крупная компания, занимающаяся СМИ, агрегатором СМИ. Визор Лабс – компания, поменьше, но специализирующаяся чисто на машинном зрении и искусственном интеллекте. Это только, это даже не вершина айсберга, это пингвин на вершине айсберга. Ну, просто самые известные такие имена. Вообще у нас сейчас огромное количество разных компаний, малых бизнесов, средних и крупных тоже, которые ждут разрабов, которым нужны разрабы. И с которыми у нас есть какие-либо прямые договоренности. Дальше. Вот пример компании SuperBA.AR. Иностранный. Первая иностранная компания, с кем у нас есть прям подписанная договоренность о сотрудничестве, это компания, которая занимается этим 3D-графикой. И они, в частности, например, делали графику для Марвела, для Мстителей, для Пиратов Карибского моря и для кучи других крутых голливудских фильмов. То есть это крупная такая мощная компания по 3D-графике. Они сейчас ищут разрабов на компьютерное зрение, на обработку изображений. Мы прямо сейчас им подбираем разработчиков, кто у нас с чистым английским в базе есть. И будем проводить с ними тестовое и представлять дальше уже в компанию. То есть у нас сейчас как раз идет процесс. Кстати, кто из вас хочет в иностранной компании, учите английский, потому что он вам точно будет нужен, а компании, куда вас трудоустраивать, мы точно подберем. У нас сейчас скорее начинается нехватка людей, разрабов с хорошим английским, чем избыток. Дальше у нас есть стажировка. Стажировки есть с компаниями. Есть стажировка, кстати, мы сейчас открываем стажировку с ВВФ, фондом защиты дикой природы, бесплатно. Там очень интересные задачи, ну именно с российским. Там определение породы дерева по пеньку, определение по беспилотнику, какие породы дерева сверху с фоток массивы. Определение, обнаружение этих объявлений о незаконной продаже животных, запрещенных продажей растений. Короче, там куча интересных проектов с ВВФ. Будет стажировка, но бесплатная. Есть стажировка у нас оплачиваемая. То есть мы платим нашим стажерам за стажировку. У нас сейчас занимается 14 стажеров из наших выпускников. С каждого потока мы добираем. У нас два проекта, это медицинский. Мы делаем нейронку, которую можно взять, в телефон наговорить, что у человека болит, какие симптомы. И нейронка сразу ему сама ставит диагноз. То есть автоматически определяет, что болит. Но сейчас база на 624 заболевания русскоязычных. И мы делаем такую нейронку. Вторая нейронка по определению кожных заболеваний. Так, чтобы человек мог просто сфоткать, что у него там что-то не так. Нейронка сразу ставила бы диагноз. Ну, мы также делали пневмонию определения, онкологию и так далее. Но это не центральная сейчас у нас тема. Вторая стажировка у нас с квадрокоптером с автопилотом. Мы делаем сегментацию стройки. То есть чтобы квадрокоптер мог летать по стройке и определять, где окна, где двери, вставлено ли окно или нет, вставлено ли дверь, есть ли перила у лестниц, там, положен ли ламинат на полу, поклеены ли обои и так далее. Прилетал по всем комнатам и выдавал такую статистику. Очень сейчас востребованная тема стройки. Но пока мы учимся сегментировать изображение. То есть чтобы на изображении найти, где дверь, где дверной косяк, где окно, где контур окна, где то, что за окном, где стены, потолок, пол, батареи, лампы, провода, люди, инвентарь, там, дрель в руках у человека или лестница. Но чтобы нейронка сама все это обнаруживала и все подкрашивала. Мы вот это сейчас делаем. По 7 стажеров у нас в двух группах идет постоянная работа. Вы также сможете попасть на стажировку. Стажировка для нас во многом кузнец кадров. То есть мы делаем с целью вам тренироваться, а нам отбирать кадры. В частности, у нас сейчас трое разрабов, которые у нас работают, сейчас взяты со стажировки. Ну, вот из стажеров. Дальше у нас есть собственный IT и HR отдел. То есть когда мы будем вас трудоустраивать, за вас будет конкретный человек, который будет отвечать за ваше трудоустройство, у которого будет зависеть зарплата от того, как быстро он вас трудоустроит. Так что здесь трудоустройство будет идти в интенсивном режиме, у вас будет конкретный человек, с которым вы будете общаться, и который будет за вас отвечать. Не так, что мы скажем, ну вот, наша компания, напишите им. Нет, будет совсем не так. дальше у нас есть курс готовый по трудоустройству 10 занятий от владельца эти агентства который 7 лет занимается трудоустройством именно программистов и вырос от стажера до владельца агентства курс как там писать резюме как проходить собеседование как себя позиционировать включать на сложные вопросы кучу вот этих вопросов про трудоустройство он значительно может ускорить ваше трудоустройство упростить дальше на ки заплаты можно рассчитывать джуниора 700 тысяч снова чтобы не быть голословным у нас работают жены по 80 миду и 100-200 снова чтобы не быть голословным на час работает на два начинающих медла по 100 и один основной за 180 сеньоры 200-350 есть больше есть ультра сеньора я слышала заплатам вплоть до миллиона рублей но это прямо совсем те кто гений вот такой порядок снова если вы уже сейчас сеньор java-девелопер и зарабатываете 300 лет что вы не пойдете на 100-200 миллом нейронщиком но просто ваша стоимость повысится отлично 50 вы знаете теперь искусственный интеллект машинное обучение часто становится через несколько лет знать машинное обучение и искусственный интеллект будет прямо то же самое что знать интернет-технологии научат программист про не знает интернета это странно лет через десять без искусственного интеллекта будет просто никуда программистом программа обучения лайты начала для лайтов вторая часть будет для обоих потоков мы начнем с питона то есть у вас будет 6 занятий по питону все основа сколько вам потребуется для тех кто вот прям совсем с нуля для вас будет еще плюс 7 занятий по основу программирования еще плюс 7 то есть это прям вот совсем совсем с узов основной поток может ну с питона начинать базового то есть он тоже такой ну простой достаточно то есть мы пройдем с вами синтаксис языка массивы как там эксельки парсить 20 данных графики рисовать функции писать и так далее вся база питона которая вам нужна будет для нейронов сразу же для нейронов питон нужен простой там не нужны классы объектно-ориентированное программирование и так далее ну и вообще в целом питон очень простой язык дальше потом 5 занятий будет по базовой математике вот посмотрите на картинки и формулы справа видите какие они вот будет не так будет очень простым языком для гуманитариев с примерами на питоне с иллюстрациями максимально просто там математика которая вам потребуется снова же для нейронов это всякие что будет терверт матстат бинарная логика множеством матрицы функции поверхности одномерные многомерные обработка сигналов спектра фурье и так далее база снова еще раз в картинках в рисовашках в иллюстрациях с котиками вот совсем таким очень простым языком для тех кто у кого нет технического образования ли она была очень давно и вы ничего не помните примерно вот так базовая математика дальше два занятия будет на анализ данных как быть аналитиком то есть как парсить реальные данные как анализировать их будем с базы хантера работать резюмешек это такое введение в анализ данных все на этом закончилась вот эта часть начальные light of и начинается часть с нейронными сетями я ее расскажу не в занятиях а в тех нейронка которые вы напишите давайте начнем с простого начнется у вас но с первых же там занятий пойдут после введения базового нейронной сети пойдут изображения будем распознавать марки машин и будем создать кожные заболевания реальная база нашего проекта что мы вас будем везде учить на реальных базах не на чем-то таком типа сказало что идеальная хранящаяся в париже в палате меры весов база на которой все отлично сработает и так здорово так здорово только потом выйдешь в реальную жизнь и будет не так круто мы вас будем учить учить на реальных боевых базах бизнесовых на которых все не так сладко и здорово на которых вы будете реально круто тренироваться дальше пойдут тексты будет классификация писателей шесть писателей фантастов распознавание их по фрагменту книги классификации обращения в техподдержку helpdesk одна из самых частых задач вообще в нейрон которые встречаю и постановка диагноза по симптомам 624 заболевания это как раз то что тоже база нашего проекта нашего стартапа дальше будет тема предсказания это определение стоимости машин по объявлениям на юле реальные 70 тысяч объявлений силы определение стоимости квартир по базам яндекс недвижимости цена это то что я рассказывал кейс павла вот это мы будем эту базу копать как раз вы увидите в живую поработайте с ней и и вы увидите что плюс-минус 168 тысяч пола это офигеть какой крутой результат дальше третья тема предсказания зарплаты по резюме мы будем брать резюме людей хантера и кто-то указывает зарплаты кто-то нет вот нейронка будет предсказывать какую зарплату запросил бы тот кто не указал зарплату причем с высокой очень точностью то есть нас крутая получилась нейронка там плюс-минус 6 тысяч рублей типа он запросит 107 тысяч плюс-минус 6 тысяч дальше будет прогнозирование временных рядов мы будем с вами прогнозировать акции лукойла цены на бензин трафик на сайт корейской компании сколько людей заходит на сайт крупной одной компании и прогнозирование оборота компании как прогнозировать реальную оборотку продажи компании это снова это то что вот реально востребовано в бизнесе вот последние две темы особенно дальше аудио работа со звуком мы будем распознавать стиль музыки распознавать диктора по голосу то есть кто из людей говорит и будем распознавать команды для умного дома который человек говорит в потоке там типа включи кондиционер выключи свет и так далее вообще говорит 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 а потом дает команду и нейронка распознает дальше продвинутые темы генеративки это машинное творчество это сейчас очень популярная тема самая быстро растущая в нейронках тема генеративки ну nvidia google facebook все их копать сейчас мы будем генерить машины генерить самолеты причем по контуру то есть можно будет прям нарисовать контур самолета и нейронка будет заполнять его самолетом а вокруг рисовать небо дальше будем генерить пейзажи будем генерить музыку и будем генерить текста новостей мы с вами пройдем генеративки подробно дальше сегментации изображения object detection тоже сейчас это в принципе самая востребованная система сколько я не консультирую компания за последний год поможет больше трехсот компаний проконсультировал от рост нефти до там маленьких маленьких компаний тремя сотрудниками самая востребованная тема это object detection обнаружение объектов на изображениях компьютерное зрение и так далее мы с вами будем сегментировать изображение для автопилота машин то есть изображение с регистратора машины и не ровно будет подсвечивать где дорога где обочина где машины где люди где дома где деревья где небо где знаки дорожные и так далее все это обнаруживать первое второе мы будем сегментировать стройку это вот наш стартап то есть где стена где окно где дверь где рама окна подсветить и подсветить то что за окно человек дрель в руках у человека стремянка стоящий мусор на полу батарея вот она все это будет подсвечивать прям контуром выделять третье мы будем сегментировать кожные заболевания тоже очень у нас крутая неронка получилось как по фотографии обнаружить где она не самая приятная лицеприятная база но зато очень практически применимая то что медицина сейчас одна из ключевых тем где применяются неронки дальше генетические алгоритмы это эволюционное моделирование мы будем делать с вами распределение грузов по форум оптимальное мы будем распределение потоков газа по трубам как пример тот у нас нам тот участник дал сайт мы надеемся что мы напишем это занятие вообще будем копаться разбираться в этом он дал сайт где можно стать реальную загрузку газопроводных труб в европе и мы будем с вами решать задачу что если мы допустим где-то в греции открыли газовую компанию и нам надо перекачать газ в норвегию в англии в австрию как нам по трубам по каким их пустить учитывая реальную на данный момент там на 13 мая загрузку этих труб в европе дальше мы будем играть компьютерную игрушку генетика очень круто для компьютерных игр идет она будет сажать космическую ракету будем на землю сажать есть компания open и компания илона маска которая занимается искусственным интеллектом и популяризации его открытым искусственным интеллектом они сделали очень крутой подбор игрушек компьютерных именно для искусственного интеллекта open и и джим вот мы там и будем в этой игрушке играть ну нейронки будут играть дальше мы будем писать это на ухау технология автоматический подбор архитектуры нейронной сети я сам разработал эту технологию в 2007 восьмом году нигде я такой не видел она очень круто работает применяли наши студенты мы в наших проектах применяли требует больших вычислительных мощностей но работает потрясающе круто когда генетика автоматом за вас подбирает архитектуру нейронной сети и делает за вас работу вообще в эту тему очень активно копают там google facebook microsoft сейчас но открытых решений на рынке кроме этого я не видел нигде и на других нигде курсах какой не получить дальше генерации текста вы пройдете чат-бота то есть вы сможете написать чат-бота который умеет просто поддержать беседу ответить на вопрос как дела настроение как тебе крантин и так далее дальше у нас будет обучение с подкреплением это обучение нейронки в реальной среде обычно так обучают прямых рождению роботов вот этих всяких ай роботов ездить объезжать препятствия и так далее но трейдить на бирже как раз обучение с подкреплением работает но мы будем стал уже тренироваться пробота у вас нету чтоб вам дать по прямо ходить его нет такого слова науки мы будем тренироваться на том же open и джиме нейронка будет играть компьютерные игры в теннисе учиться играть и обыгрывать компьютер дальше сегментация текста будет умный поиск по юридическим договорам у нас тысячи юридических договоров и нейронка будет умным образом искать по тексту например вы не можете сказать найди все где сказано про неустойку и она найдет и найди все где сказано про там не знаю запреты или все про стоимость и даже если там написано разным не теми совсем словами ну какими-то абстрактными человек если человек поймет у нейронка тоже поймет что вот это про стоимость а это про сроки и так далее это в юриспруденции в судах и так далее это первое где применяются нейронки дальше у вас будет пластеризация это умный апсейл для интернет-магазина будем проходить это выделение устойчивых кластеров то есть у нас будет продажи реального интернет-магазина косметики и нейронка определит автоматом алгоритм определить что с этим бальзамом с этим ополаскивателем берут еще вот эту краску для волос всегда 90 там 97 процента вероятности еще вот этот шампунь 90 83 процента вероятности и теперь если человек что-то пойдет корзину нейронка может образом определить что ему еще предложить что он купит не потому что менеджер вписал и подумал что типа ну наверно вот с этим купит вот это обычно это промахивается вообще мимо реальностей я думаю вы согласитесь судя потому что обычно нам с вами предлагают интернет-магазины до купить а здесь будет очень умная продажа более того нейронка там может потом до обучаться говорит о я предложил он не купил ну-ка перестроим к нашу стратегию дальше будет перенос стиль изображения наверняка многие из вас видели приложение типа призма типа нарисуем мое фото в стиле рембрандта мы будем издеваться над фоткой попугайчика рисовать его в разных стилях и последнее будет распознавание речи распознавание речи очень сложная задача крутая обычно делается сервисами гугла ну типа какие google яндекс и тинькова но они платные не очень удобные и мы вам решили дать прям сделать сетку готовую мы переписали у нас ушло куча времени но сергей переписывал у него ушло где-то четыре месяца по половине рабочего времени чтобы переписать эту сетку и протестировать и прогнать и так далее не найдете вы такого на гитхабе или где-то на других курсах то есть топовая сетка на гитхабе вы найдете ее только она не запускается ни у нас не у наших студентов она не запустилась комментов к ней нету документации нету короче даже мы замучились в ней собираться если честно ну вот мы в ней разобрались переписали покрыли комментами и принесли вам в общем вас будет распознавание речи типа кейку дальше в конце курса у вас будет два занятия по интеграции в продакшн как встроить нейронку в реальную там приложение в продакшн-систему например там мобильное приложение в сайт в crm-ку в 1s-ку вирпишку хоть в микроконтроллер хоть в бурильную установку или в конвейер на заводе два занятия будут хотя вообще у нас есть крутой курс на 40 занятий на 9 месяцев такого курса даже близко нет ни у кого на рынке супер глубокий по интеграции в продакшн если захотите после курса вы сможете супер погрузиться в эту тему на самом курсе будет база которая позволит вам интеграции делать в принципе спокойно основные все дальше у вас будет по два занятия по двум более глубоким библиотекам у нас весь курс будет библиотеки керос это супер простая супер высокоуровневая библиотека у вас будет по два занятия на библиотеках tensorflow и paytorch это более глубокие более сложные библиотеки но они дают больше возможностей так как вы будете уже все нейронки знать архитектуры вы сможете без проблем свой tensorflow и paytorch за два занятия на карте это разница примерно как машина автомат машина механика вот мы сначала вас будем учить на автомате чтобы вам было проще освоиться в городе в поворотниках в перестроениях в скорости и так далее а потом в конце курса мы скажем а вот теперь поедете на механике и мне кажется так более логично если честно ну потому что когда человек уже понимает как ездить на дороге он на механике чуть-чуть поездил и потом в городе себя нормально чувствовать чем сразу создавать супер стресс хорошо это поток light поток про курс data science и нейронные сети на python цель стать медлом создать свой проект если надо трудоустроиться кейсы многое будет буду стараться быстро говорить классификации медицинских препаратов первый наш кейс денис в аптеке поставляют поставщики медицинские препараты и каждый препарат поставщики пишут кто как кто одним способом кто другим кто третьим 170 тысяч препаратов 70 тысяч по 10 вариантов написания каждого даже больше он написал нейронку который распознает 94 процента точности он с этой целью пришел на курс до этого пробовал на регулярках не получилось у него сейчас лидер рынка это нейронка россии снг он знает рынок очень хорошо он сейчас готовит стартап из этой темы дальше тимофей определение заболеваний сельскохозяйственных растений точнее помидоров у него не было темы он думал чтобы выбрать он выращивать помидоры дома на балконе и он решил сделать нейронку так что наводишь телефоном на помидоры он говорит здорово или если больны то определяет еще одну из 17 видов болезней сразу после курса его схантили по этому диплому как портфолио это диплом номер один наш самый крутой помните говорил был номер два вот это номер один определение рака молочной железы по рентгену участник из белоруссии пришел к знакомым в белоруссии врачам и сказал я вам делаю диплом давайте он сделал определение онкологии принтеру не сказали да ладно не работает все это он сказал ну дайте фотки посмотрим получится получится ушел пришел к нему через некоторое время через несколько месяцев показал 82 процента точности распознавания они сказали офигеть и пошли вместе с ним министерство здравоохранения беларуси они дали ему всего 350 фоток это крайне мало то есть по хорошо надо 350 35 тысяч хотя бы в сторону больше дальше там сказали о прикольно нам такое нужно потому что им надо обследовать полтора миллиона женщин они могут обследовать 300 тысяч в год то есть пять лет а это не сказать что то заболевание которое можно типа ну ладно подождет и у них куча рентген аппаратов не хватает квалифицированных врачей по их словам это нейронка может помогать стажеру то есть так что стажер ассистировать стажера так что стажер уже начинает сам неплохо определять они и дорабатывают как только не доработают они смогут диагностировать все полтора миллиона за год и это реально не тысячи даже десятки тысяч спасенных жизней потому что это реально тема где нужно максимально быстро ставить диагноз и вот нейронные сети в этом помогают я когда услышал этот диплом я был просто шокирован и счастлив потому что увидеть что наши студенты выпускники делают такие проекты это нереально круто и еще к нам обращалась одна российская компания которая также занимается этой темой определение онкологии мы контактировали с ним они обсуждали совместные проекты дальше диплом по определению пожара в офисе участник написал нейронку которая определяет пожары в несколько раз быстрее по веб-камере в офисе чем обычные датчики это снова очень крутая безопасность трижды компании просили его контакты после дня открытых дверей кому актуально было такое дальше металл завод металлоконструкции гонят листовой прокат сталь они сделаны нейронку которая в четыре раза лучше определяет дефекты металлоконструкции но от листовой стали по фотке чем эксперт эксперт ошибается в 20 процентах случаев нейронка в пяти правда они обучили на миллион двести тысяч примеров ну то есть у них огромная крутая база была это самый забавный диплом определение коров на видео камера стоит вертикально вниз в входа в стойло когда корова проходит по рисунку на спине нейронка определяет что за корова там 500 коров то есть не две-три она определяла с неплохой точностью кто из них еще гуляет кто зашел стоило классификации договоров в компании есть договора с клиентами есть внутренние типа консолярка печеньки вода и так далее нужна была нейронка которая будет распознавать и определять кто куда написали встроили в один ску 99 процентов точности такая очень типовая классная задача это посложнее документы эмиссионные документы они размером 300 400 страниц там есть только один блок который отвечает за тип этого документа блок буквально пару абзацев человеку приходится очень долго искать этот блок нейронка мгновенно находит и определяет по всему документу один из 20 типов тоже уже встроили в продакшн дальше что одиннадцатый литейный завод определение штампов литых заготовок есть сталь ее плавят ставят штамп и отправляют клиенту если ошибешься отправишь в европу они в китай штраф 10 миллионов рублей там штамп такой на просто циферки такие впечатанные вдавлены в этом в металле иногда нарисованные краской их реально я видел на дипломе сложно определить глазами и рабочие ошибаются тем более когда у них там третья смена не устают они ошибаются ошибся 10 миллионов штрафов и потери репутации сделали нейронку обучили на 44 тысячах примеров и 99 процентов точности нейронка контроля рабочих а теперь к вопросу о рентабельно ли бизнесу внедрять нейронные сети рентабельно ну потому что им обошлось вообще оплатить курс 80 тысяч разработчику его время если заказать такую нейронку если у вас захочет заказать такую нейронку я назову примерно миллион рублей стоимости с налогами там совсем но даже меньше спрашивают оценку стоимости постоянно миллион полтора миллиона какая выгода от нейронки первый же раз 10 миллионов штрафа и репутация компании выгодно ли это бизнесу да капец как выгодно поэтому куча компании сейчас обращаются за разработку и это пришли собственники автосервисов они сделали нейронку также наводишь телефоном на машину подкаешь и она определяет где бампер где капот где крыло стекло там лобовое колесо и так далее и автоматом собирает прайс типа распознают детали определяет сколько не стоит собирает прайс этой машины дальше диплом по распознаванию подписи о обнаружении печати подписи на юридическом документе распознавания кто из списка людей подписался снова вот в юридических вопросах очень частый запрос такой быть станет вайфай позиционирование определение положения человека по вайфай ну по вайфай сигналу то есть где в здании находится человек на каком этаже находится человек с помощью машинного обучения очень интересная забавная задача как это возможно дальше прикольный диплом тоже был 1 марта диверверберация аудиосигналов короче вот видите это довольно в большом помещении у меня здесь есть акустика и голос меня прилетает микрофон к вам отражаясь от стен то есть он иногда прилетает напрямую а иногда улетает назад отражается от стен и приходит вам и это портит сигнал так вот есть задача диверверберации то есть погашение вот этих дополнительных лепестков когда сигнал приходит снова математически очень сложно решается участник решил с помощью нейронных сетей и очень крутое получил решение ну то есть реально получилось гасить эти лишние сигналы с помощью него дальше идентификация человека по походке кстати это сделал 16-летний участник короче вешается петличка на сюда на ладском человеку ну с акселерометром человек идет и нейронка определяет ну мобильные приложения соединяется с акселерометром и определяет кто этот человек просто по манере его ходить и двигаться это то что не украдешь на фильмах палец откусили человеку приложили и пропустила это не украдешь точно также можно например сделать нейрон которая не позволит другим людям брать ваш телефон в руки но это не разблокируется если он поймет что он в руках у другого человека то что манера двигатель телефоном у людей у всех разное классификация обращения в техподдержку очень типовая задача очень частая там линия поддержки 20 запросов 20 категорий человек печатает нужно определить куда распределить или дать типовой ответ собственно вот кейсы это не все у нас на данный момент 62 штуки попали не все я буду стал рассказывать и вы быстро и слушать вот какие проекты делают наши участники снова же вот график все то же самое только без первых трап месяцев 26 занятий курсовая стажировка в процессе потом диплом экзамен трое устройство если вам она актуальна за счет чего станете медлами очень крут клуб крутая программа и база контента у нас реально огромный панировать база контента у нас непрерывного обучения недавно читал примерно на 2-3 года вот эти два три года вы можете учиться нон-стоп это за эти два три года мы нагибаем столько контентов что это стоит 20 лет учиться у нас огромная база контента мы можем открывать вам его индивидуально штучно то что вам нужно для вашей темы для вашего нейронки и так далее дальше искать честно скажу на рынке нигде вот такой базы контента не найдется нигде ну если говорить про россию снг уж точно про мировой пока не буду точно говорить посмотрим я скоро буду вкакываться в американский рынок и мировой дальше у нас очень крутая команда преподавателей разрабов которые вам дают анлим консультации реально анлим и они разбираются за счет этого очень быстро станете медлами программа повторю коротко и быстро то же самое распознавание марок машин и кожных заболеваний классификации писателей по фрагменту книги фантастов а классификации обращения в техподдержку постановка диагноза по симптомам тексты предсказания стоимости машин по объявлению стоимости квартиры по объявлению и зарплаты по резюме на хантре дальше временные ряды прогнозируем акции лукойла цены на бензин как у нас обычно прикалываются участники написали нейронку прогнозированные цены на бензин россии тупо поднимает цену каждую неделю но мы будем реально прогнозировать цены на бензин прогнозировать трафик на сайт корейской компании прогнозировать оборот компании сколько будет продаж дальше аудио распознаем стиль музыки диктора по голосу и команды для умного дома дальше генеративки будем с вами генерить машины самолеты по контуру пейзажи будем писать музыку нас реально прикольную музыку пишут нейронки и писать новости текстовая object detection и сегментация два занятия будем сегментировать видео с регистратора для автопилотов машин изображение стройки и изображение кожных заболеваний дальше генетика распределение грузов по фурам потопов по трубам будем сажать космический корабль компьютерная игрушка и будем автоматический наш ноу-хау технологию будете проходить как автоматически подбирать архитектуру с помощью генетики там будут тысячи ботов конкурировать друг с другом бороться за выживание чтобы собрать реально прикольную архитектуру дальше чат-боты это просто поддержание беседы чат-бот который поддерживает беседу продвинутые темы обучения с подкреплением снова компьютерной игрушки и сегментация текста умный поиск по юридическим договорам дальше пластеризация умный апсейл интернет-магазина косметики перенос телеизображения и распознавание речи но ok google алиса и так далее вот эта технология два занятия по интеграции в продакшн два занятия тендерфлоу два занятия пай торч библиотек все дальше кончилось для про теперь про всех вот это сейчас дальше об feito все библиотеки керестерфлоу и py torch это три самые популярные в мире библиотека керестерфлоу от гугла по и точнее гулуа но это три самые популярные в деле ty обертечке по ним самые мощные вообще самый мощный у них архитектурой сетки самые быстрые обучение самые мощные документации самая большое сообщество и так далее конечно самые классные библиотеки три вот вы будете их проходить. В основном на Kerasi, он супер высокоуровневый и простой. Потом на TensorFlow и PyTorch в конце. Keras это автомат, TensorFlow, PyTorch, механика. Посложнее, но побольше возможностей. Ну снова, на Kerasi можно почти все делать. Да, библиотеки с открытым кодом, они не требуют лицензии, на них можно коммерческие проекты делать, и весь мир на них и делает коммерческие проекты. Дальше, частый вопрос, почему Python? Во-первых, лучшие нерстевые библиотеки в Советском Союзе на Python. Ну вы их только что видели. Второе, а нет, подождите, повторю, под Kerasi у нас переписана документация на русский язык нами. Мы сейчас собираемся через буквально неделю, сейчас доделаем мелкие детали и будем писать в Google и говорить, ребята, не хотите ли русскую версию на официальный сайт выложить, Kerasi. Мы плюс сейчас будем ее обогащать примерами, и сейчас мы начинаем переводить TensorFlow, он пока тоже не переведен на русский, потом будем PyTorch переводить. Ну, первые мы, к сожалению, или к счастью в России, кто это делает. Дальше, Python, очень простой в освоении, очень простой, он невероятно простой. Я писал на C++, на C-Sharp, на Matlab и на Python. Python самый простой. Если бы мы с вами начали учить на Java сейчас в нейронке, да простят меня джависты или да согласятся со мной джависты, ну не шесть занятий вам бы потребовалось, а занятий тридцать как минимум, чтобы нормально писать на Java вот к базово. На Python не хватает шести занятий, он мега простой. Если вы программист, я, ну у меня опыт дотнета большой в прошлом, C-Sharp, я посмотрел полвебинара и просто сел программировать на Python в какой-то момент. Итак, первые пару недель подсматривал документацию, это было мега просто. Дальше, ну для тех, кто новички, то, что он простой, это счастье, реальное счастье. Дальше, Python популярный, популярность растет. С восемнадцатого года Python считается самым популярным языком в мире, самым. Если вы откроете HeadHunter, то больше всего вакансий на Python. Если вы посмотрите их зарплаты, они реально крутые у питанистов. То есть выше питанистов, по-моему, только джависты и нейронщики. То есть вы осваиваете номер один и номер три по зарплатам компетенции. То есть с нейронками вы осваиваете очень популярный, очень востребованный, крутой язык. Последний Google к лаборатории, сервис от Google, сейчас про него расскажу. Он работает на питоне. Он нам очень важен. Что такое Google к лаборатории? Это сервис от Google, бесплатный, где вы можете программировать в онлайне. То есть вы заходите по ссылке вот так, как в Google документы, в Google таблицах, вы можете там программировать на питоне. Это очень удобно, потому что вам не важно, какая у вас операционка, Mac, Windows, Linux, что угодно. Не важно, какой у вас софт, вам нужен только браузер. Вы переходите по ссылке и программируете. Браузер, интернет, клавиатура, мышка. Все. Вот все, что вам нужно. Очень удобно обмениваться ссылками. Это называется ноутбуки с кодом. Ну, вот эти файлы с кодом, как в Google документах, называются ноутбуки с кодом. Ну, так решили назвать. Вот вы просто обмениваете ссылкой на ноутбук в Google к лаборатории, и все. Куратору прислали, он проверяет вашу домашку. Мы вам выкладываем точно так же. Очень удобно. Второе счастье. Это на этом все не кончилось. Google бесплатно выделяет нам видеокарты. Для обучения нейронных сетей нужны видеокарты. Они обучаются на видеокартах. Базовые видеокарточки самые простые, стоят 15-20 тысяч рублей для занятий на курсе. Самые простые. Хорошие карточки стоят где-то 100-120 тысяч при текущем курсе доллара. Ну, средние 40-50 тысяч. Вот если бы не Google, не Google, то вам бы пришлось покупать такие карточки. Google нам выделяет карточки эквивалентные примерно 100-120 тысяч. Примерно эквивалентно им. Бесплатно. Понятно, что на них нельзя делать проекты. Google отследит, если вы делаете проекты, постоянно гоняете. Он скажет, ребята, спасибо, конечно, но поживите, пожалуйста, порой не без нас. Подумайте о своем поведении. Не надо делать на нас проекты коммерческие. Но для обучения это идеально. Вообще идеально. То есть вам ничего не нужно. И он работает на питоне. Для реальных проектов нужны видеокарты, но видеокарты обычно для реальных проектов и существуют. Ну, то есть есть бюджет проекта, и из него покупается видеокарта. Кстати, еще одна опция, которая отличает нас сильно от конкурентов. Мы для вас делаем опцию, что вы можете через нас купить видеокарту в расстрочке на 12 месяцев. Без какой-либо наценки. Мы ее выкупаем у NVIDIA, например, ну, у кого-то. Выкупаем и отдаем вам с расстрочкой на 12 месяцев по той же цене. Плюс 500 рублей на курьер доставки. Это вообще глупая история. Коммерческая она никак не выгодная. То есть мы просто морозим свои деньги, но мы стремимся сделать для вас удобно и здорово с нами. Но это только для наших студентов, естественно, действует. На сторону не действует. Но если вы захотите видеокарты, вы сможете их выкупить на 12 месяцев расстрочку. У нас многие люди уже воспользовались этими видеокартами. Сейчас, подождите меня одну секунду. Вот пример этой видеокарты, которая ждет отправки одному из студентов. 2080 яйка. Это как раз за 120 тысяч карточка. Довольно крутая. Ну вот, она пока хранится у меня, ждет отправки к одному из студентов. Вот. Поэтому питон. В общем, гугл-лабораторий, он работает на питоне. Требования в ту же лезу, соответственно, никаких. То есть вам нужен только браузер, все равно какая операционка, ничего вам не нужно будет ставить и так далее. Снова, кто хочет походить уже прям непосредственно на компе, ни в к лаборатории, нет проблем. Ставится пайчарм. У нас есть специальные видюшки, как это все поставить, как это все настроить, запустить и так далее. Мы вам все поможем. Можно подойти в пайчарме на своем компе. Контент. У нас сейчас гигантская база контента. Просто гигантская. А снова устаревают цифры, они примерно 300 ноутбуков с кодом. То есть это занятий. 150 презентаций, домашек, 200 записей. Короче, у нас суммарная наша база. Реально, я считал, где-то на 2-3 года обучения непрерывного. То есть это не только этот курс. И мы постоянно дополняем контент. То есть у нас постоянно новые курсы, более углубленные. В частности, сейчас мы делаем углубленный курс по текстам. Только для выпускников основного курса. Там прям глубоко прорабатывается. Потом будем по изображениям, по временным рядам, по аудио. То есть по всем темам делаем углубленки. Дальше. Моя гордость. Ноутбуки покрыты комментариями. Посмотрите, сколько здесь комментариев. То есть много. Оранжевые комментарии. То есть вы открываете, вы видите все с комментами. Везде вставлены ссылочки, как на YouTube, на нужную минуту. В конце глоссарий. Короче, удобные ноутбуки. Глоссарий с отправками на русскоязычную нашу документацию. Кероса. Дальше. Реальные базы. Тоже вторая моя гордость. Обычно обучают на очень простых базах. Ну, типа всемирно известных. Минист, Цефар и так далее. Бостон Хаусинг. Заезженные базы. Часто англоязычные. На которых все отлично получается. И весь мир на них обучает. Это плохая история. Мне это не нравилось. Потому что у нас вначале, когда мы только-только открылись, было так же. Ну, не было у нас других баз. Я делал большой упор. Мы вложили кучу времени, денег и сил на то, чтобы притащить вам реальные базы. И у нас вот сюда вошло 1,5 примерно. Я перестал их перечислять, когда понял, что сюда максимум 1,5 входит. У нас куча реальных баз. Мы каждый месяц вкладываем по несколько, там, ну, на вскидку 1200-300 мы каждый месяц вкладываем в то, чтобы генерить новые базы для проектов, для занятий, для стажировок и так далее. Вы будете обучаться на реальных базах. Нам принесли кучу наших выпускников базы, там, реальных компаний, кто-нибудь конфиденциальный и так далее. Короче, вы будете обучаться на полностью реальных, релевантных современному бизнесу базах. И, ну, вы видели темы, которые вы проходите. Вот прям вы вот это будете проходить. То есть вы придете и будете с теми же прям задачами работать, заниматься, с которыми вам предстоит потом работать на, ну, на работе проходить тестовые. Вот у нас сейчас тестовые проходят по, этому, кластеризацию ритейл-магазинов. А мы такое же работа проходим на занятии, только интернет-магазины косметики. А почему? Потому что я нашел своих знакомых предпринимателей, у кого есть интернет-магазин, ну, всех, у кого есть интернет-магазин, я сказал, ребята, дайте базу, мне нужно для обучения наших студентов. Мне вот дали косметики. И поэтому мы сейчас проходим такое занятие, которое ровно прям эквивалентно тому, как мы сейчас подбираем программистов в компанию. И наши студенты, они такие, так мы же это знаем, что здесь тестовые делать. И они прям, ну, быстро проходят тестовые, потому что они это умеют. Потому что мы прям релевантные бизнесу темы прозащили. Откуда мы знаем релевантные бизнесу темы? Я за последний год вот где-то 300 компаний проконсультировал. То есть у меня в голове напичкано уже, что релевантно, что сейчас нужно бизнесу, это просто капец как. Но я подозреваю, что в России сейчас никого нет, у кого бы было настолько точное понимание, что вот сейчас российскому бизнесу, такому вот бытовому, не Фейсбуку, не Гуглу, а вот тому, что вокруг нас нужно по нейронкам. Дальше домашки. У нас проработанные домашки. 3-5 вариантов сложности каждой домашки, но вот и даже 6 вариантов сложности. От простого до сложного вы сами выбираете, какой делать. Снова, мы не торопим, делайте в своем темпе. Мы разбираем. Вам нужно делать один из вариантов только по сложности. Мы обязательно разбираем одну из про занятий, про домашек, ну, по сложности через 2 недели. То есть проходит 2 недели от занятий, и мы разбираем. Sorry, одну важную мысль записал в тему этого. Кураторы. У нас сильные кураторы. Кураторы у нас почти все сейчас в штате. То есть кураторы те, кто отвечает на ваши вопросы и проверяет домашки. Я знаю, что часто бывает проблема, что кураторы отвечают медленно. Ну, на это часто ругаются на разных курсах. И я сам обучаюсь. Например, я сейчас обучался. Классная школа для предпринимателей, руководителей и так далее. Но кураторы отвечают только в будни до 19.00, с 9 до 19.00 и выходные не отвечают. И я такой, как? Почему так? Потому что у нас нет такого. То есть они отвечают до вечера, с утра до вечера, и выходные, и всегда. Среднее время ответа у нас в районе 1 часа. Часто до 1 часа. Ну, на скрешете вы можете видеть скорость 1 минуты ответа. Ну, это понятно, что это прям супер быстро. Но в целом у нас высокая скорость ответа. Снова, почему обычно в этих школах, как работают кураторы? Это люди, которые работают где-то на работе, а утром, вечером, в обеденный перерыв или на выходных они отвечают, проводят занятия, отвечают студентам, проверяют домашки и так далее. У нас не так. У нас они работают у нас. Прямо на полную ставку. И поэтому они могут... Из 6 кураторов, которых вы здесь видите, четверо работают у нас полностью. И сейчас мы только тренд в эту сторону идет. То есть на вашем курсе те, кто кураторы... Ну, это со всех наших курсов куратора сейчас. Ну, в смысле, это далеко не все наши кураторы, но это с разных наших курсов. На вашем курсе у нас все кураторы уже прям в штате. Все, кто у вас, они в штате. Что еще? Короче, быстрые ответы. И поверьте, они знают ответы на все ваши вопросы. Поверьте, вопросов у вас будет миллион. Я традиционно показываю эти чаты. Давайте я покажу. Так. Лайт нейронки февраль 2020. Вот смотрите. Вот чаты. Скрытая реклама из 20. Вот сколько там вопросов. Это я пролистал буквально пару дней. Люди прям присылают ссылки на коллаборатории, скриншоты, почему у меня не работает. Прямо вот так вот. Вопросов будет у вас просто миллион. Поверьте, огромнейшее количество. Огромнейшее количество. Поэтому это важный момент. Кураторы. Дальше. Кстати, еще классная штука. У нас иногда говорят, что типа, вот у вас там размеры групп больше в 10 раз, чем у любых других на рынке. Типа, не много ли это? Нет. Это создает офигенный формат. Ну, во-первых, у нас ресурс под вас есть. У нас под вас там куча менеджеров поддержки, кураторов, разрабов и так далее. Ну, то есть у нас все пропорционально растет тому, сколько у нас и человек. Это первое. Второе. Единственная проблема, мы переполнили чаты в WhatsApp. 256 человек максимум, у нас там потоки больше уже. Второе. Второй вопрос. В том, что плюс больших потоков. У нас студенты мгновенно отвечают друг к другу. То есть у нас очень кайфовая атмосфера, очень доброжелательная. Мы сами доброжелательные. У студентов все очень приятная атмосфера, все друг к другу помогают. И студенты постоянно друг к другу мгновенно отвечают на вопрос. То есть вы только выкладываете вопрос, а в чате 200 с лишним человек. Вам мгновенно ответит кто-то, кто с этим разобрался. Постоянно так. Мне один недавно участник писал радостное сообщение. Он говорил, Дмитрий, я разобрался в питоне. он просто лайк с нуля прям, он говорит, я разобрался в питоне, мне в чате написал один человек с вопросом, а я разобрался в этом вопросе, помог ему, подсказал, потом в личке подсказал, и он мне сказал спасибо, и он мне даже переслал скриншот этого спасибо и так далее. Короче, у нас очень активные участники друг другу помогают, большие потоки, это вообще потрясающе. Ну, то есть это не снимает никак с работы кураторов, кураторы всегда помогут, а и кураторы с вами много работают в личке, по домашнему и так далее, но вы мгновенно находите любые ответы в чате, вам всегда подскажут, те, кто уже сами разобрался с этим. И второе, у нас участники сами попросили сделать им отдельные чаты под домашками, то есть у нас сейчас под каждой домашкой есть свой чатик, где можно початиться с теми, кто уже сделал, посоветоваться, спросить и так далее. И это супербыстрая скорость ответа, это раз, а два, если вы помогаете другим, вы сами обучаетесь гораздо быстрее, это очень круто. Вот, второе, проверка домашек, тоже мы оперативно проверяем домашки, то есть у нас никогда им не копится, у нас стандартное типовое двое суток максимум на проверку домашки, ну и снова у нас кураторы в чате, которые проверяют, поэтому они проверяют реально быстро. Так, next. По топ-лайт, ну и еще раз, чтобы у вас было визуально запомнилось по-другому, питон, математика, дата-сайенс, потом занятие по нейронкам, курсовая, стажировка, диплом, экзамен, потом трудоустройство. Вот как выглядит все ваше обучение. Поток про, соответственно, сразу нейронки, с первых же занятий, кодим, реализуем реальные нейронки с первых же занятий. Уже на втором занятии мы прогнозирование, например, стоимости машин по объявлению на июле пишем, то есть мы мега практикоориентированные, вот прям с первых же занятий. Стажировка, диплом, экзамен. Как устроена одна неделя? Смотрите, в неделю вам надо примерно в среднем 10 часов на обучение. В среднем. Вебинар. Сначала вы смотрите вебинар, потом вы повторно смотрите вебинар, потом вы делаете домашку с поддержкой куратора. Примерно так. Вебинары можно смотреть в записи и хорошо смотреть в записи. У нас занятия идут для лайтов в понедельнике 20.00 по Москве, для проф вторники 20.00 по Москве. Если вы другой часовой пояс, смотрите в записи, это нормально. Я сам постоянно обучаюсь, я смотрю почти всегда в записи. Я рекомендую смотреть в записи. Почему? Ну, первое, можно подстраивать скорость x2. Ну, вы видите, наверное, у меня высокий темпоритм, я обычно ставлю скорость x2 и экономлю свое время. Второе, можно пересмотреть. Если вы смотрите и вам что-то непонятно, вы можете в реальном вебинаре, вы не можете так. В записи вы можете отмотать на минуту назад и пересмотреть до тех пор, пока вы не поймете. Третье, можно параллельно кодить. Посмотрели, покодили, появились вопросы, пересмотрели что-то. Или запустили дальше, покодили, запустили, покодили. Это очень удобно. Третье, можно разбить на несколько блоков. Смотреть в дороге, например, два раза по часу. Или в два вечера разбить. Как вам удобно? Я рекомендую смотреть в записи. У нас больше половины людей смотрят в записи занятия, поэтому если у вас другой часовой поезд, нет проблем. Мы никогда не ставим требование, что типа сдать домашку или какой-то тест-отчет сразу после вебинара, да хоть через три недели посмотрите, если вам нужна пауза. Нет проблем, потом нагоните. Кстати, если кто-то, у кого-то отпуск, если кто-то еще мечтает этим летом поехать куда-то в отпуск, я уже не мечтаю, то у нас будут каникулы обязательно в августе, поэтому если вы отстанете где-нибудь летом, просто вы будете идти с отставанием, в августе вы догнали на эти две недели. Нет проблем, все. Дальше с второй половины курса у вас не только будет домашка, ну и большая часть, вы уже взводитесь, и вместо домашки часть времени вы выделите на курсовую, потом на диплом. Вот так выглядит неделя, одно занятие в неделю, одно, то есть не более, потому что это не ромки, вам надо будет присмотреть обязательно, один раз бывает, два раза присмотреть вебинар, поэтому одно занятие в неделю. Дальше. У Лайтов, у ПРО 26 занятий, 26 разборов, 6 месяцев, куратор неограниченное количество вопросов. У Лайтов 39 занятий, 39 разборов, 9 месяцев, куратор неограниченное количество вопросов. Почему у Pro меньше? Потому что у Pro мы вам даем факультативно курсы питон для анализа данных базовой математики, а не по 10 занятий, по 2,5 месяца, с куратором. Вы факультативно изучаете питон и математику, чтобы не терять время на старте и как можно быстрее сводить нейрон. Все обучение дистанционно, приезжать никуда не надо, вообще никуда. Все полностью занятия, экзамен, диплом, все в онлайн диплом, высылаем вам курьером. Если хотите, можно приехать. У нас есть живые вручения дипломов, живые в защите дипломов. Сейчас нет, но еще, я думаю, месяц-полтора и они появятся снова. Кто хочет, кто в Москве, приходите. К нам многие прилетают вообще из других городов на вручение дипломов, на защиту. Потому что торжественно, красиво, это есть. Но если вы не хотите, если вы живете далеко, все дистанционно полностью. Кстати, забыл еще сказать про дипломы. Мы регистрируем все дипломы ФРДО. То есть у нас все официально, прям четко, как должно быть. ФРДО – это системы электронного учета этих дипломов. То есть они вам будут везде правильно зарегистрированы и так далее. Дальше. Сколько на дно учебы? Желательно 10 часов, хотя бы 10 часов. Плюс-минус. Поначалу будет больше, сразу предупрежу вас. Под конец поменьше. В среднем 10 часов. Дальше. Минимум нужно 5 часов в неделю. Это совсем минимум. Это либо если вы хотите очень поверхностно обучаться, либо если вы гений и очень быстро схватываете. Дальше. Геткурс. Обучение будет в Геткурсе. Это платформа очень удобная, одна из самых популярных в России для обучения. Там у вас будет личный кабинет. Там будут у вас все ссылки на занятия, записи занятий, ноутбуки с кодом, презентации, домашки, все вот это вот. Записи занятий вам доступны неограниченно и во время курса, и после курса они с вами насовсем. То есть они с вами анлим. Пересматривайте потом хоть полгода, хоть год, сколько угодно. Дальше. Здесь же у вас чат общения с куратором, сдача домашек и чат общения с менеджерами поддержки. С менеджерами поддержки вы со всеми очень хорошо познакомитесь. У вас будет их и в WhatsApp, и Telegram, и ВКонтакте, и чат в Геткурсе. То есть вы точно будете знать, куда обращаться. Более того, они будут сами вам писать. На старте при подключении они вам позвонят после оплаты и спросят, какие вам подарочные курсы, все вам расскажут, помогут, подскажут, адаптироваться, как сейчас включиться в курс, как и так далее. Плюс мы каждый месяц 100 человек случайно прозваниваем в контрольную группу и спрашиваем, как у вас дела, как вам учатся и так далее. Короче, вы с ними будете постоянно на связи. Дальше. Чаты в WhatsApp вы видели. Кроме Геткурса есть чаты в WhatsApp, поток Lite, поток Pro, раздельные чаты. Еще есть отдельные чаты болталки. Ну, просто пообщаться за жизнь, чтобы не спамить в основной чат. Дальше. Мы очень гибко подстраиваемся под потребности группы. То есть мы очень реагируем на все, что вы просите. Огромное количество изменений, которые вы видели у нас, хороших вещей, они появились, потому что нас просили студенты. В частности, документации о Керосе на русском, глоссарии, комментарии, домашки разной сложности, ссылки на YouTube, раскадровки, методички. Короче, куча всего у нас появилась, потому что об этом просили прошлые потоки. Можете быть благодарны за это студентам прошлых потоков. Они это просили, мы максимально быстро реагировали и это внедряли. То, что вам потребуется, вы нам напишите, мы максимально быстро отреагируем и постараемся это внедрить. То есть мы очень открыты для обратной связи. И в целом мы вообще работаем по принципу, мы все придумываем темы для улучшения по обратной связи. Дальше. У нас есть проактивная обратная связь, мы собираем. То есть у нас есть опросы о курсе, раз в месяц подробный опрос. После каждого вебинара мы отправляем подробный опрос о курсе. Обычно у нас проблема, что это редко заполняют, то, что всем все нравится и мало заполняют эти опросы. И мы решили ввести еще прозвон контрольной группы из 100 человек каждый месяц. То есть мы еще и проактивно собираем, активно-проактивно собираем обратную связь. Фух, последнее, и я буду отвечать на ваши вопросы. Тарифы и цены. Самое интересное. Все, что я рассказывал, вот то, что я рассказывал, это тариф основной. Он стоит 79 900. Это 39 или 26 занятий, разборы домашек и так далее. Столько же месяцев куратора, диплом, гарантия трудоустройства. Вот все это, это курс основной тариф. 79 900. Подарок до 17 мая при быстрое оплате до 17 мая. Лайтам будет подарок курса основы питон, ведение в IT и ведение в программирование. Это на самом деле 20 занятий. 21, если не ошибаюсь. Три курса по 7 занятий. 21 занятие в подарок. Дальше, про будет питон для анализа данных и базовая математика. Это тоже 20 занятий. И обоим потоком будет ведение в искусственный интеллект. 6 занятий и трудоустройство для AI-разработчиков. 10 занятий. Итого вы получаете фактически x2 по количеству занятий. Снова, не обязательно проходить их сразу. Какие там лучше проходить сразу, например, введение в AI. Их прям обязательно проходить на старте. Трудоустройство можно проходить лучше, проходить либо в конце, либо сразу после. И остальные курсы также снова менеджер учебной части подскажет вам, что вам проходить впереди, что потом. Ну, проспрашивают вас и подскажут. Дальше, есть тариф базовый. 34 900. Это познакомится. Тут будет 13 занятий, опечатка в презентации. 13 занятий будет у Lightoff. То есть питон, математика. Вот это вот. До нейронок. И 10 первых занятий по нейронному про. Это познакомится. Его берут редко, но кому-то он актуален. 34 900 стоит. Размером примерно в 3 раза меньше. Поддержка куратора столько же. 12 или 10 недель. И сертификат. Здесь только сертификат, на диплом есть мало знаний. Дальше. При быстрой оплате до 17 мая. Lightoff. Подарок введения в искусственный интеллект. Прошликом питон для анализа данных. Все. Познакомиться. Дальше. Есть тариф еще консалтинг. Он дорогой. 250 тысяч. При этом пользуются устройством, как ни странно. Это в основном для компаний, либо для разработчиков, которые хотят сделать свой проект, прям супер сделать и очень круто обучиться. Это все то же самое. Только участвует наша команда в разработке вашего проекта. То есть первое. Мы анонсируем снова. Теориально будем делать больше. То есть, по крайней мере, не меньше. 10 часов консультации с вами. То есть 10 часов консультации. Мы будем прямо с вами садиться. Часов не академических, а астрономических. Садиться, прям вместе с вами программировать. Вместе с вами работать над вашими данными, кодом и так далее. Прямо вообще совместно в Zoomе с демонстрацией экрана. Еще плюс 10 часов будут наши разработчики без вас прокапывать гипотезы, проверять, тестировать и так далее. В реальности будем бить до победного, пока не сделаем ваш проект. Это консалтинг. 250 тысяч стоит. Ну, слово, для компаний это очень выгодно. Потому что на аутсорсе за такой проект большинству компаний 2-3 миллиона только так выкатят стоимость. 250 – небольшие деньги. Для того, чтобы был прям готов проект, чтобы мы подключились к этому проекту. Дальше еще один подарок при оплате 17 мая на выбор один из трех курсов. Это курсы уже наши вип-курсы. Первый – это курс AI-директор. Это курс такой информационный, 6 занятий без домашних, без кода для руководителей, предпринимателей про то, как нанимать разработчиков, как управлять проектом, что такое видеокарты, как оценить стоимость проекта, как собрать базу, как получить инвестиции, как продвигать стартап и так далее. То есть курс про это. Второй курс – это глубокая математика. Это то, где мы делаем нейронки без библиотек. Вот как было в Беккене и USSR. Ну, как я в 2003 начинал, или в 2008 еще, когда писали руками, не было библиотеки, писали руками эти нейронки. Это для более глубокого изучения, 10 занятий по глубокой математике, это полезно. Но для тех, кто хочет потом стать сеньорами для продвинутого развития. На старте это не нужно, а после курса полезно. Третье – это курс интеграции в продакшн, наш ноу-хау курс. Первые 10 занятий, первая часть, тоже можно, из 40 можно получить в подарок, если вы хотите глубже погрузиться в интеграцию в продакшн нейронных сетей. Один из трех на выбор, снова при быстрой оплате. Ну и последняя слайд-часть рассрочки. У нас есть рассрочка от банков на 6-12 месяцев, это Сбербанк, Почта Банк и Тинькофф Банк. Почта Банк, Тинькофф Банк, вы подписываетесь с банком, к вам приезжает курьер подписать документы и вам одобрили. То есть вы оставляете заявку, наши консультанты помогут оставить заявку. Дальше приезжает курьер, подписываете договора, все супер. Со Сбербанком вообще вы можете Сбербанке онлайн просто нажать, типа, хочу рассрочку, они рассматривают полчаса-час, через полчаса-час приходит ответ, если одобрили, вы кнопочкой второй говорите, да, получить. Рассрочка на 12 месяцев, это платеж всего где-то 6-700, первый платеж через месяц, короче, суперудобно. Для вас это без процентов, процент за вас платим мы, как если бы вы брали кредит, то есть банк нам за вычетом процентов присылает оплату. Собственно, вот, у нас больше половины людей платят через рассрочки. Сейчас, мне кажется, уже 60-70% людей берут через рассрочки. Так, коллеги, у меня основное все, я сейчас пришлю вам пару ссылок. Вот ссылка, и буду отвечать на ваши вопросы. Цена адекватная, абсолютно супер, рад, что вам нравится. Дизайн огонь, это тоже радует. Так, вот ссылка на страницу, зайди сюда, первая ссылка это для лайтов, для новичков, вторая для про, для программистов. Смотрите, зайдите по этой ссылке, любой, смотрите, здесь есть тарифы, все ссылки на курсы подарочные, чтобы вы могли посмотреть их, ссылка на оплату. Кто-то оплачивает сразу. У нас всегда есть люди, которые прям вечером после дня открытых дверей уже приняли решение и оплачивают. Есть те, кто пообщаются с консультантами, со мной, еще с кем-то и оплатят. Да, например, ближе к 17-му числу. Дальше. Здесь есть ссылки на оформление рассрочки от Сбербанка. Единственное, что нужно, чтобы вы были зарегистрированы в Сбербанк онлайн. Если у вас он на телефоне, лучше откройтесь с телефона и там кликните. Если кликнете на компьютере, нужно, чтобы у вас был на компьютере зарегистрирован Сбербанк онлайн. Здесь есть прям видюшка, как воспользоваться рассрочкой от Сбербанка. Дальше, видите, внизу слева есть такой чатик красный. Вот там вам будет с вами Артем. Тот же Артем, который был сейчас с нами на вебинаре. Он вам ответит на все вопросы. Помочь с рассрочкой, когда стартует курс, сколько стоит, можно ли такое, можно ли вот это, можно ли сделать налоговый вычет от компании, для компании. Можно, кстати, так как у нас есть официальная лицензия. И так далее. Дальше. У нас есть телефон. За этим телефоном скрывается много очень крутых консультантов, которые разбираются в нашем продукте идеально. Они, кстати, даже в нейронках разбираются, потому что мы обучаем нашу команду писать нейронки. Вы можете позвонить по этому телефону, не стесняйтесь, смело звоните, и вам все подскажут, все расскажут, помогут с рассрочками, помогут вообще со всем. То есть вам там всегда ответят. Их много, их с запасом. Поверьте, на вас на всех их хватит. Со всеми техническими вопросами обращайтесь туда. Дальше. Если вам нужно проконсультироваться именно по нейронным сетям, сможете ли вы сделать свой проект? Сможете ли вы, реализуем ли такая нейронка и так далее? То есть везде, где вы понимаете, что требуется компетенция в нейронных сетях? Вот мой ВКонтакте, вот мой WhatsApp. Пишите мне, я вас проконсультирую. Даже если потребуется созваниваться, нет проблем. Единственная просьба, не пишите мне в Телеграм, я там редко бываю, я отвечу вам в лучшем случае через неделю. Второе. Просьба, не звоните. Пожалейте меня и мое время. Я даю на каждом мне открытых дверей контакты, у всех наших студентов есть мои контакты личные. Поэтому, кстати, у вас всегда будет моя личка, если что-то нужно будет написать. Поэтому напишите в WhatsApp, скажите, что нужно поставить консультацию. Я обязательно найду для вас время, в течение нескольких дней мы поставим консультацию. Нет проблем. Это если вам надо консультироваться. Так, ну что ж, а теперь я готов отвечать на ваши вопросы. Единственное, что обычно в прусме прыгает чат. Давайте я подвечаю на вопросы последние. Вот прям давайте сейчас все основные вопросы, а потом я уйду. Ходяне, давайте так. Присылайте вот прям сейчас вопросы. Все. Я не буду листать. Ходяне, давайте я чуть-чуть пролистаю наверх, потом. Пока задавайте сейчас вопросы, буду отвечать. Нужно время, чтобы связаться с родственниками в России, иначе у меня расстрочку не дадут. Дмитрий, скажите, возможно ли я делать через... Смотрите. Вот эти вопросы напишите Артему в чат, и он вам поможет и ответит. Для анализа данных какой... Ух, 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 вопрос. Нет, я не буду уходить наверх. На Макс и дар разработки какая? По-моему, тот же самый Пайчарм. Ну или в коллабе. Какой процент людей, которые успешно заканчивают обучение? 3% людей отваливаются на старте, потому что не тянут. 3% мы делаем возврат оплаты. Мы, кстати, делаем возврат и оплаты по первому вашему запросу. Просто сказать менеджеру. В пропорции пройденных занятий, то есть все строго по законодательству. И все. Остальные все доходят. Процентов 15-20 просят перенести на следующий курс, и мы без доплат переносим. Сколько уже пошло вопросов. Совмещение стажировки и основной работы. Без проблем стажировка удаленная по вечерам. Ощущение, что это запись. Это не запись, у вас последний вебинар, кого не запись. Вот со следующего будет запись. Можно ли оплатить помесячное без расстрочки? Нет, нельзя. У нас дают расстрочку от нас максимум месяца на 2 примерно. Ну, пообщайтесь с консультантами. Отказаться через 2 месяца можно, мы сделаем возврат в пропорции пройденных занятий. Если соберетесь в отпуск, да, без проблем. Смотрите, у кого-то работа, у кого-то командировки, у кого-то ребенок родился, мы без проблем можем перенести вас на следующий курс. Вообще не проблема. И без доплат. Если создает актуальный проект, изучает интеллектуальные данные, вот это я, к сожалению, не проконсультирую. Но так же, как во всех остальных IT-вопросах, лучше консультироваться здесь с юристами. Так. Блин, у меня скачет чат от того, что вы присылаете новые вопросы. А, я не знаю, как быть с этим. Я сейчас работаю, скажем, на дядю, после упражнения курса могу ли создать бизнес-проект. Сможете, если у вас бизнес-компетенция есть, сможете создать бизнес-проект. Но вы сможете написать нейронку, но вопрос, насколько у вас есть компетенция для бизнеса. Это отдельная история, но не относящаяся к курсу. Где посмотреть контент и базы, которые у нас есть? Контент на сайте в разделе «Открытые материалы». База уточнить, что вы имеете в виду. Но вообще напишите напрямую Артему на сайте, и он вам подберет. Так, один большой вопрос я пока пропущу, потому что у меня просто чат прыгает. Какой интерес обучать других, зарабатывать большие деньги, выполняя различные проекты? Наш интерес – строить огромную компанию. Поверьте, мы очень прибыльны, очень прибыльны. В этом интерес наш. На образовании можно делать, во-первых, очень хорошие деньги, во-вторых, заниматься очень интересными проектами. Я вовлечен в миллион проектов. Если бы я занимался одним проектом, мне было бы скучно. Учиться можно на ноуте? Да. Для диплома надо будет уже комп. Нет, для диплома не нужен комп с видеокартой. Диплом можно на коллабе. Коллеги, просьба, поставьте пока на паузу вопросы. У меня просто прыгает чат. Давайте на три минуты паузу на вопросы. Я быстро вам на все текущие отвечу, и после этого буду отвечать дальше. Просто когда вы поставите вопрос, у меня упрыгивает мне с чат, и я не могу вообще отвечать. Так. Там был большой вопрос, я его помню, но мне нужно его прочитать будет. Сейчас я не успею просто. Я позже на него отвечу. Можно ли получить на свой проект... Так, коллеги, просьба, не присылайте вопрос сейчас. Ну, просто я иначе буду тормозить и очень медленно вам отвечать. Сейчас интересно, можно ли скопировать чат? Нет, к сожалению. Окей. Какие требования к компу? Никаких. Браузер. Все в Google лаборатории. Только браузер и хороший интернет. Можно ли получить на свой проект, или его можно, например, разобрать, кто хочет дипломную работу? Не совсем понял вопрос от Светланы. Уточните его. Сейчас, чуть позже, когда будут вопросы. Можно ли только глубокую математику взять? Можно отдельно. Курсы все продаются по 34 900. Каждый. Там настолько же подробно. Но вообще он предполагает, что вы уже разбираетесь в нейронках. Но там достаточно подробно. Но я не вижу смысла брать только глубокую математику. На самом деле. Это вишенка на торте. Можно перепрыгнуть с Лайтана про, если понял, что тянул. Да, можно без проблем. Мы здесь максимально будем вам во всем помогать. Контент, где посмотреть. Что вы имеете в виду под контентом? Старты курсов. 19 июля следующий. Потом в конце сентября. На каком этапе едет? Далеко до Скайна-то. Очень далеко. Лет 20-30 минимум. Ну, Скайна-то вообще не будет. А для... Просто для реального ИИ 20-30 лет. При рассрочке сохраняются ли подарки? Спасибо большое, это вопрос. Постоянно забываю. Да, при рассрочке сохраняются подарки. Если вы оформили просто рассрочку, даже если к нам не пришли деньги. Но до 17 апреля. Если вы оплачиваете, то подарки все действуют. Если совсем чайник, приходите на Лайт-потоп. У нас много совсем чайников. Поверьте. Если я попрошу поставить плюс, кто считает себя совсем чайником в программировании математики, нет проблем. Коллеги, просьба, не присылайте вопросы. Каждый раз, когда вы присылаете, у меня сейчас сбрасывается. И, ну, все теряют время. Я сейчас дочитаю быстро и скажу дальше вопрос, и вы все отвечу. Обучиться без знаний высшей математики можно. Конечно, сейчас вообще не нужна математика для работы с нейронками. Все, кто говорят вам, что она нужна, просто разбираются в ней и говорят неправду. Сейчас в библиотеке у нас школьники 12-летние пишут нейронки отличные. И люди, которые вообще не разбираются в математике. Все на библиотеках. Принимайте диплом на английском. Напишите вопрос в чат Артему. Мы пообщаемся с юристами. Скорее всего, да. Следующий курс 19 сентября. Если у вас время, можете рассказать ваш электронный нейронный интерфейс? Нет, сейчас не расскажу. Вообще они все теоретически, они коммерчески сейчас неприменимы из-за недостатков энцефалограммы. Там упирается все не в нейронки, а в железо. Насколько нейронки успешно торгуют на бирже? Достаточно хорошо торгуют. У нас сейчас куча людей, которые делают такие проекты. Вируспруденция и образование. Насколько разработаны вами темы? Не совсем понял вопрос. Уточните, что вы имеете в виду. Можно ли пройти курс за 3-4 доплатить? Можно доплатить, но не будет подарков. Математика в разработках? Нет, не нужна математика. Будет ли курс по C++? Нет, конечно. У нас только питон и нейронки. Ну, плюсы там вообще не нужны. Смотрите, математика не нужна сейчас в нейронках. Это уже заблуждение. Последние 5 лет так выросли в библиотеке, что это не нужно все. Как вы относитесь к нейроннику Илона Маска? Прекрасно, как всему, что делает Илон Маск. Я прям его фанат. Я ради этого сейчас переезжаю в Временную долину скоро, чтобы быть рядом с офисом Тесла. Я очень хочу с Маском работать лет через 10. Что-то не верится, что на образовании можно много зарабатывать? Ну, прекрасно. Нам же лучше. Вы обучаете на разработчиков. Как насчет инженеров по обучению? Ну, нет, мы не обучаем на инженеров. Можно ли запатентовать свои нейронки? Можно запатентовать. Сравните сейчас с Майлом. Ну, мы раз в 10 больше по потокам, чем Майлы. У нас в несколько раз глубже программа. У нас гораздо круче трудоустройства. У нас аноним консультации, в отличие от них. У нас разрабы в штате и кураторы мощнее, чем у них. У нас стажировки, у нас то-то устройство в иностранной компании, у нас профильный диплом. У них, кстати, вслед за нами сделали дипломы. У них раньше не было, мы сделали дипломы первые на рынке. Опа, у моего появились дипломы. Мы переводим документацию. Ну, короче, Майлы по сравнению с нами, как, я не знаю, ну, Рено Логан по сравнению с Мерседесом Ешкой. Вроде два клеца и руль и так далее. Это про любых комплиментов можно сказать. Поймите, мы сейчас настолько впереди. Неудивительно, что у нас 10-кратно больше потоки. Ну, мы впереди их всех. Почему-то они не перевели до сих пор документацию, никто из них. Почему-то они не переписывают те, которые мы переписываем. Почему-то у них нет разрабов в штате, почему-то у них кейсов нет. Попробуйте запросить у любых конкурентов кейсы, как у нас. Ну, никто не даст. Почему-то мы сейчас переходим на рынок США, а они нет. Поэтому, как перейти от джуниору до медла? У нас можно будет продолжить обучаться без проблем? Нет, два курса не нужно будет, вы сможете по месяцам продолжать заниматься у нас и дорастете до медла. Сколько у вас обучается человек, которому по 13 лет? Сейчас человек 10 или 15 школьников обучается, ну, где-то с 12 до 15. Какая отрасль больше всех готова платить? Нет такого. Есть много отраслей, которые готовы много децэнтистам платить. Начало обучения. Вот только что началось обучение. 4 мая вы можете присоединиться сейчас с третьего занятия. Следующий курс 19 июля. Я рекомендую сейчас присоединяться. Зайкаешь, что у нас легко будет пройти курс? Да, легко. У нас был как раз один такой участник. Ему было сложно немножко только защищать диплом, но мы очень-очень-очень постарались сделать ему это комфортно, а проходить вообще никакой проблем нет. Неронка для нефтянки? Да, куча нейронок для нефтянки. И кого я только не консультировал, очень активно применяется. Договор на почту. Напишите, пожалуйста, так у нас нет сейчас здесь в вашей почте. Напишите, пожалуйста, Артему на сайте в чат. Или Артем, пришли, пожалуйста, в контакте, куда тебе написать, и он вам пришлет. Как вы относитесь к тому, что НМАС проводит опытное удовлетворение по вопросу человека? Позитивно, как к любому прогрессу. Могут ли работать с вашим дипломом в Люксембурге? Да, сможете. Переезжая туда, владея французским, учетом его работы. Плюс у нас будет для вас, вполне можем дать от американской компании сертификат. Опыт успешных проектов для ритейла, оптовых продаж. Да, у нас есть ритейл-проекты. Напишите, пожалуйста, тоже Артему или мне в личку. И посмотрим, что сможем подобрать. У нас есть, точнее, у нас есть точно сейчас дипломники, которые работают в ритейле. Насчет успешных проектов напишите, подумаю, что можно подобрать. Можно включиться в текущий, не ждать июля. Нет, это и для про, и для лайтов. Да, и про, и лайты. 6 месяцев стандартные про, 9 месяцев лайты. Почему конкурент курса от 0 до 2 года ваш курс за 9 месяцев? Ну, как бы так, не говорить плохо о конкурентах, но мы просто лучше учим. У нас анлим-консультация, у них нет, у нас глубже контента, у них нет. Они дают беспомысленную математику, которая не нужна, а мы нет. Ну, поэтому у нас лучше. Почему одна машина до 100 разгоняется за 15-12 секунд, а другая за 3-6? Мощнее она, а вот примерно у нас так же. Чем отличаются программы, которые у вас есть от консультанта или гаранта? Консультант или гарант? Кто это? Это же юридические компании, уточните вопрос. Да, кстати, мы можем собрать вам индивидуальную программу, если вам нужна. Если хотите быстрее, можете быстрее. Если к 4 мая пройденные занятия пришлют, конечно, вам все пришлют в записи. Что скажете о нейронках, лекарственных препаратов? Да, применяются генеративки. Есть ли проекты готовые в энергетике? Пишите в личку. Вирус пруденции образований. Ну да, применяются. В образовании мало, но сейчас для английского один дипломник пишет. Вирус пруденции применяют, особенно по договорам. Как вы относитесь к Гитлеру? Он тоже у нас колоссальный прогресс. Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. У КРФ внимательно смотрит за этой темой. Если вам не нравится конкретно, ну, вам не нравится задавать провокационные вопросы на эту тему, показывать свою детскую позицию. Хотел пообщаться с вами лично, своими вопросами. Это очень плохо. Пишите мне в личку, поставим созвон, пообщаемся. Нет проблем. Для новичка курс подходит? Да, конечно, пересмотрите целиком вебинар. Я много говорю именно для новичков. Написано оптимизатор на Яве. Возможно, я буду пилить в процессе обучения совместно с консультациями или перенести его на питон. Я думаю, да, возможно, почему нет. Есть курсы продуктового аналитика. Нет, конечно, мы специализируемся только на искусственном интеллекте. Никакой продуктовой аналитики. Вот за этим можете идти к другим школам, которые обучат вас и искусственному интеллекту, и продуктовой аналитике, и тому и другому посредственно. У вас лицензия государственного образца. Лицензия от Министерства департамента образования Москвы. Диплом установленного образца. Школа существует сейчас чуть меньше полтора года. Сколько студентов уже выпущено. Видно, что вы не послушали целиком вебинар, и я никому, чтобы упрекнуть, но просто послушайте лучше целиком, потому что я об этом говорил, и, скорее всего, выпустили много другой информации. Выпущено на данный момент примерно порядка 300 человек. Если запишусь на июльский поток, получу подарочные курсы. Да, если вы оплачиваете сейчас, получите подарочные курсы. Если банки, которые предстоят рассрочку, у вас не представлены. Есть вариант рассрочки от нас, но буквально на два месяца. Стодистику, которая стоит с удаленным графиком. Легко устроиться? Да, легко, с удаленным графиком. Нейрончику без проблем. Нейрончиков только так берут с удаленным графиком. Вот все компании, с кем я сейчас общаюсь по подбору, но только процентов 15-20 компаний говорят, что им нужен прям в офисе разраб. Довольно редко. В основном, сегодня Иннополис прислали Казанский. Довольно, ну, в основном почти все им на удаленке разраб нужны. Ну, и понятно, что график свободный. Следующий курс 19 июля, но лучше присоединяться сейчас. Давайте попробую прочитать и ответить на большой-большой вопрос, который был до этого. А если у меня не будет все время прыгать с точки зрения в реализации? От Виктора вопрос большой мне. Давайте я сейчас не буду отвечать, потому что я потрачу еще много времени. Это вопрос именно в личку. Напишите мне в личку. Давайте я еще раз пришлю всем мой ВКонтакте и Ватсап. Пишите мне в личку по таким вопросам, и я на них отвечу, чтобы сейчас не забирать у всех время. Но я на них точно отвечу. Какой уровень английского литературства в иностранную компанию? Upper Intermediate так, слабовато. По-хорошему нужно хотя бы Ц1, лучше Ц2. Про коронавирус. Нет, я не хочу на этом... Как его... Хайпить. Хотя у нас ребята в стажировке по медицине придащили базу по коронавирусу, но мы не начали по ней работать пока. То есть это интересно, с одной стороны, но нет. Лесом-лесом. Даже джуниоры могут работать удаленно, конечно. Но вот у нас в команде все джуниоры работают удаленно. Джунов только так удаленно берут. Перед другими потоками июльский, и сентябрьский будут подарочные курсы. И под вопросом... А, кстати, на всякий случай, мы с 1 июня повышаем цены на 10 тысяч на основной тариф. Сразу предупреждаю, мне часто спрашивают. Я всегда говорил, что не знаю, не могу гарантировать. И так далее. Я сейчас могу честно сказать, прямо мы повышаем на 10. Ой, ссори, ссылку на ВКонтакте я прислал не ту. И только заметил. Так. Консультантный гарант правовой базы. Вы предлагаете программу, которая по запросу выдает варианты договоров. Созданную программу. Ничем. Просто если их конкуренты, консультанты и гаранты захотят такую написать, такую же, как консультанты и гаранты, их конкуренты, им нужен будет разработчик, который будет уметь это писать. Вот вы станете теми разработчиками, которые умеют это писать. И куча конкурентов на рынке захотят сделать такой умный поиск. Конкуренты, консультанты, гаранты и так далее. Или банки внутри себя, которые не пользуются. Ну, Сбер не будет пользоваться консультантом и гарантом. Они будут писать внутри себя такое. Так что вот зачем это нужно. Ваши курсы лучше, чем Geekbrains. По 10 раз приходится повторять. Да, мы на голову круче, чем любые конкуренты. На голову. У нас гораздо глубже темы, у нас анлим-консультация, у нас есть кейсы, которых у них нет, у нас есть переводы документации, у нас строительство реальных компаний, российские иностранные. У нас более профильный диплом, чем у них. Они от нас отстают принципиально. Такие дорогие курсы, господи, дешевле, чем на рынке. Ну и снова, ну, большие изменения для вас должны стоить соответствующих денег. Бесплатные занятия не ценятся. Можно ли работать нейронщиком дополнительным? Можно. Берите заказы, работайте фрилансом дополнительно. Да, так работают. Так. Обучающие базы из курсов можно будет использовать в будущем самостоятельно? Можно. Сколько у вас кураторов? У нас сейчас 7 разработчиков в штате, еще 19 человек с нуля. Полный лайк, если не буду понимать, куда мне писать? Куратором. Индивидуальный чат будет с куратором. Ваши вопросы будут и в общем чате, и в личке с куратором. Финансовый тайник, как можно приедать нейронщиком в управлении финансовом компании? Примеры кейсов. Юлия, пишите мне в личку, и я вам там отвечу. Да, гик дороже нас, при том, что хуже нас на голову. Так что. Но у них еще будет очень долго, то есть вы до трудоустройства будете там сидеть и ждать, и вы будете. Если у нас вы на втором занятии пишите нейронку на про, то у них выйдет только через полгода начнете писать нейронки. Это плохо. Офис в Москве, конечно, есть. Перенос, курс обучения. Да, возможно, перенос без доплат, без проблем. Почему в WhatsApp они слаки? Пробовали слаг, слаг, флэк, неудобно было всем. Реально пробовали год назад. Тариф каждый месяц, весь курс. Тариф это за весь курс, 80 тысяч. Сейчас уже кончается трансляция. Да, сейчас кончается. Можно ли оплатить сейчас, начать обучение в июле? Да, можно, и как раз к июле вы пройдете до подготовительные курсы. То есть, в принципе, это нормально. Так, коллеги, я вроде на все ответил, я готов отвечать дальше. Пишите мне вопросы, которые у вас есть, и попробую прелистать вверх. Может быть, я еще какие-то вопросы найду сверху, которые не отвечал. Так. Так. Так, так, пошли вопросы. Какой уровень обучения в Центре новой психологии и сутболистового интеллекта МФТИ? Все, кто физтех и так далее, Яндекс, Шат и так далее, они очень-очень много обучают математике и теории, очень мало практики. Мы прямо противоположный подход делаем. Мы максимально гоним, чтобы вы быстро писали нейронки и не гоним вас в математику, потому что она сейчас не нужна. Все, это сейчас уже, лет через пять вообще не нужна быть математикой. Так. По трудоустройству. Начинается, что несколько человек откликнулся с непредлагаемой работы пластеризации. Сейчас входит платное тестирование. Сколько у меня случилось? Извините, какая-то такая ситуация. Как у вас большие потоки трудоустройства вы будете заплачивать, чтобы пройти конкурс? Нет, ничего не надо будет доплачивать. То есть, трудоустройство входит вам как опция в обучение, и мы для выполнения своих обязательств перед вами по договору приводим вам кампании, приводим вам тестовые задания, чтобы вы обучались, ну, чтобы вы трудоустраивались. Можно ли обучаться по индивидуальной программе? Можно. Без проблем соберем вам индивидуальную программу, можно даже быстрее. Как оцениваете курсы МФТИ? Негативно, они дают много математики, это бессмысленно. Отправили вопрос в ВК, отлично, на ВК и на Ватсап всем отвечу завтра, ибо режим. Сейчас при нормальном мозге как быстро можно обучиться до мидл? За год. Год интенсивно. Сказать, что лучших способов забирайте к себе, если не захотят. Принудительно заставляем. Ну, конечно, желающих берем. Вопрос, можно ли запатентить свои нейронки? Можно, точно так же, как все, можно патентить любое другое IT. Но я вам не подскажу, так как я не юрист. В принципе, мы можем потом попросить частый вопрос юриста на курсе, чтобы провел для вас занятие. Расрочка в СБ, а как в Тинькофф? Не совсем понял вопрос, что такое расрочка в Сбербанке, а как в Тинькофф? Какое образование? У меня первое высшее техническое, второе программист, второе высшее психологическое. Чтобы задать вопрос в ВК, можно добавить в друзья? Да добавляйте в друзья, как вам удобно. Зимой от лайт потока не было в Пайторче и Тензерфлоу. Поменяли программу? Конечно, у нас сейчас совершенствуется программа. Мы постоянно ее совершенствуем. Что вы больше любите, нейронки или обучать людей? Я больше все люблю масштабные крутые проекты, в которых задействованы огромное количество людей и так далее. Но если говорить про нейронки или обучать людей, нейронки. А если трудоустройство не нужно, скидка. Обсуждайте с менеджером. Но я думаю, нет. Ссылка есть или у банка запрашивать? Все помогут консультанты. Нет, нет, вам не надо напрямую звонить с банком. Напишите либо Артему в чате, на сайте, либо позвоните консультантам. Они вам все пришлют, ссылку у нас там, прямые договора с банком, и они уже помогут вам все отправить. Если математика нужна, какие навыки особенно необходимы, без которых лучше не лезть? Воображение, соображение, умение решать изобретательские задачи. Просто уровень IQ. Это полезно. Но самое важное, это тупо настойчивость. Умение не сливаться, не опускать руки и так далее. Где вы найдете столько рабочих мест? У вас 100 человек минимум заканчивает обучение. Так мы притаскиваем по 100 компаний и запросов. Поверьте, в мире AI сейчас растет по 2 раза каждый год. И сейчас тысячи компаний ищут разработчиков. Реально тысячи. Как заново посмотреть вебинар-презентацию? Завтра придет к вам на почту. Почему не проводится предварительно вступительное тестирование без перспективного студента? Люди могли бы проверить свои способности. Потому что мы берем как принцип и вектор обучать всех. Если у нас кто-то приходит недостаточно сильный, мы ищем способы, как сделать так, чтобы обучился и он. Поэтому мы принципиально не проводим тестирование. В отличие от многих других школ. У нас вектор. У нас реально сейчас есть люди, которым очень тяжело. Мы для них проводим дополнительные занятия, дополнительные курсы. Какие-то консультации с кураторами делаем и так далее. Ищем способы, как сделать так, чтобы у нас каждый обучился. Но это просто наш принцип работы. Поэтому мы не проводим тестирование на старте. Что делает самая крутая нейронка в мире, на ваш взгляд? Не знаю. Их много очень крутых. Но пока у меня топ-1 автопилот Теслы. Нейронка NVIDIA, которая перекрашивает видео с регистратором. Про зимы на лето. И так далее. Блин, мы очень крутые. Это да. Это так. Как можно переговорить с бывшими студентами? Напишите Артему. У нас есть некоторая подборка живых студентов, кому можно написать. Но кто не против. Поэтому напишите Артему. И дадим люди, кому можно написать. Ну, Артему в чате. Так. Ну что ж. Я пока все ответил. 22.11. Сейчас обучаюсь на потоке лайка 4 мая. За что построить день открытых дверей. Прикольно. Утверждаешься сказанными в нем числе. Правда. Крутые курсы. Блин. Приятно читать. Да, Виктория, спасибо. Это прям кайф. По Гринвичу. 2011. Везет вам. Можно еще поесть. Почему у вас на сайте все отзывы только от мужчин? Ну, у нас 90% обучаются мужчин, 10% женщин. Ну, скорее так совпало. Ой, Сергей с нами. Прикольно. Знакомые имена. Почему у вас на сайте? Муж учится. Прикольно. 4 утра. Вы герой. Для работы с нейронными сетями нужно уметь разбираться в предметной области, которую имеешь. Нет, не нужно. Это кайф как раз. Чем это отличается от Data Science, от аналитики. Нет необходимости разбираться в предметной области. Я пришел кучу нейронов, в темах которых я вообще не смыслил. Но будет плюсом, скажем так. Не является необходимым, но будет плюсом. Так, ну что ж, коллеги. Почему оплаты в подарок на 17-м курс через 2 месяца? Приходите на текущий курс. Успевайте. Мой самый лучший проект не это компьютерный интерфейс. Ну, управление. Вот текст управления радиомашинки с помощью мысли. 15 лет. Что ему сказать? Пусть приходят. 15-летних у нас куча обучаются. Отлично. Они прекрасно тянут. Лайт поток. Для обучения нейронов очень много примеров для обучения. Где их взять? Обычно либо они есть у компании, либо... Ну, короче, у нас есть занятия, где брать базы. Вы в дипломе это потренируетесь. Мы будем это рассказывать. Там есть много разных вариантов. Как много баллов надо набрать для устройства? Сдать все домашки, пусть даже самый простой вариант. Создать диплом, сдать экзамен. Все. Этого достаточно. Невозможно быть встать обучающий набор в таком случае, если не мешаешь предметной области. Нет. Почему? Нормально абсолютно. Вообще не проблема обучающий набор. Во-первых, они часто есть от компаний. Во-вторых, там не требуется суперзнание. У меня были задачи, в которых я вообще не понимал, что там в этой базе. И тем не менее классификация выполнялась. Есть ли проекты с Bittrex? Нет пока. Но было бы интересно, если вы с ними знакомы. Если по-своему шкурусу гораздо быстрее остальных всему обучаться, вы сможете получить доп. занятия. Да, без проблем. И у нас есть все в записи, поэтому мы можем вам просто программу более быструю составить. Вообще без проблем. В чем собственное программирование нейронков заключается? Собираете архитектуру сеток основное. Предобработка данных, сбор архитектуры сетки, обучение сетки. Там сам кодинг очень простой. За каждую домашку дают 10 баллов. Да, за про больше, за лайт меньше. Частота сбора данных, кто важен для подготовки и обучения. Требуется частота сбора, но экспертности не требуется. Для этого большой. И есть задачи, где вообще не требуется частоты сбора. Короче, в целом нет необходимости. И базы часто готовые дают от компании или от подрядчика и так далее. Ну, от заказчика. Есть такие, кто не смог сдать диплом и экзамен. Пока у меня был только один президент, когда человек не сдал диплом. И два президента, когда не сдали экзамен. Но мы просто отправились на пересдачу и в следующей попытке они сдали. Все. То есть у нас диплом, экзамен так всегда. У нас нету количества их попыток. Просто если вы чего-то не доздаёте, я говорю, окей, приходите на следующую пересдачу. Вот этот вопрос индивидуально вас еще отдельно спрошу. И люди приходят и доздают. Надо порой лайк сдавать. Нет, один на выбор. Девятилетнему. Большой вопрос. Напишите, пожалуйста, мне в личку по поводу девятилетнего ребенка. Надо будет чуть-чуть пообщаться, вас расспросить. Я бы очень хотел бы, но я не хочу давать за вышедшее нахождение. Если хочешь записаться на июль, крайний срок оплаты до занятия. Да, также 17-го вы получите кучу подарков и начнете готовиться. Когда вы чаще набор собран, придется собирать самому принятное область обязательно. Вот вам въелось это знание предметной области. Ну, хорошо, окей, вы правы. Но вообще не обязательно. Я могу собрать базу в области, в которой я вообще не разбираюсь. И соберу, и нейронку обучу. Это если вам нужен не правильный ответ, а ответ из реальности. Про все понятно, про нейронки ответили почти на китайском. Ну, потому что для вас это есть китайский. Приходите учиться, станет понятно. Ну, как бы... Ну, это покиньте, вы пришли на как раз вебинар по школе китайского языка. Вы сказали, а расскажите про грамматику китайского. А вам ответили на китайском. Ну, понятно, вам он пока не знаком. Курс для новичков 9 месяцев плюс время на сдачу диплома и экзамена. Обычный месяц, 1-2 месяца. Если придете на курс другом, будет ли скидка? Да, будет. Но пишите консультанту, будет скидка, если приходите вдвоем. В текущий поток, когда крайний срок, можно зайти. Вот до 17-го числа это самый край. Прям самый. Следующее занятие 20-го. 20-го, 21-го. 17-е число самый край. Потом уже мы набираем только на июль. Как устроиться к нам на работу? Муж хочет сильно работать именно у нас. Нужно изучать. Ну, если он у нас учится... Он может написать мне в личку. Я ему расскажу подробно, что нужно, чтобы к нам попасть. Вообще не проблема. Курсы для бизнеса. ТЗ для разрабов. Да, есть курсы AI-директор. Сейчас он только в записи. Как раз именно курс для предпринимателей, руководителей, как управлять проектом у нас есть. AI-директор можно его взять в подарок. Сейчас, до 17 мая при оплате. Если домашка оказалась несложной, можно выполнить вторую повышенные сложности? Да, у нас часто выполняют сразу несколько. Есть ли, похоже, бесплатные курсы? Возможно, на английском. Смотрите, просто бесплатные курсы есть. Такого же качества, как у нас, нет. Такого же качества, как у нас, нет даже платных. Просто бесплатные есть. Но они ниже качеством, будет сложнее разбираться и так далее. А так-то и миллион на YouTube есть. Но без готовых исходников, без суперглубоких сеток, без поддержки куратора. Ну, короче, очень-очень-очень урезный функционал. Пара слов про тариф консалтинг. Консалтинг – это когда вам нужно сделать проект. Когда для вас стоимость не стоит таким вопросом, а проект сделать нужно. Тогда мы подключимся с вами, мы прям будем вот с вами созваниваться из демонстрации Круана, вместе кодить, разбирать ваши данные, проверять гипотезы. Мы вам ставим гипотезы дальше, подсказываем, что делать. Мы сами какие-то покодим, проверим гипотезы. То есть это суперглубокая работа над вашим проектом. Это консалтинг. C++ в дальнейшем нужен будет? Нет. Нет, нет. Господи, упаси, C++. Ну, пусть не обижаются у меня фанаты C++, если здесь есть таковые, но, господи, мои воспоминания C++ крайне печальные. Были ли прецеденты, когда человек приходил на Lite, приходил на Pro? Да, были. Редко, но были. С Pro на Lite, с Lite на Pro пару процентов людей в среднем приходят. 22.18. Ну что ж, коллеги, я пока еще готов отвечать на вопросы. Пока еще в целом скажу. В общем, думайте, решайте. Можно присоединяться на текущий, можно приходить на июльский. Лучше рекомендую на текущий, но смотрите, решайте сами. Пишите, если вам нужно. Я вас буду прям безумно рад видеть. Сделаем с вами крутые нейронки. Ну, и трудоустроим тех, кто хочет. Желательно ли для ИИ второй язык, кроме питона? Нет, нет необходимости никакой. Я директору, можно еще рассказать. Напишите Артему в чат, он вам расскажет. В целом, это курс высокоуровневый. Как нанимать, как собирать базы, как оценивать риски, как получать инвестиции, упаковывать продукт и так далее. Это курс именно для руководителей, которые они хотят программировать. Сколько детей закончило курс успешно? Насколько я помню, ну, около 10. Я сотрудник, хотел бы сам обучить реализовать проект в своей компании. Консалтинг подойдет вообще супер. Если вы аргументируете в своей компании, мы сможем помочь вам аргументировать, компании подобрать тему, где применить. Да, приходите на консалтинг, это вообще идеально. Отдельно купить курс для бизнеса можно, или он только в подарок? Можно, напишите Артему в чат также, и он вам поможет, подскажет. Можно его отдельно купить. Ну, единственное, что он в записи, но там как бы все достаточно просто. Вы лучше стараться, пытаться привезти близких друзей и знакомых. Супер, приходите. Для транснефти нет. Для транснефти пока не писали, но на близкое писали. Что получает после прохождения AI-директора сертификат? Там шесть занятий и сертификат. Ну, такой красивый, статусный, хороший. С печатью, подписью. Спасибо, продуктивно и интересно. Ура, рад, что вам понравилось. Ну что ж, коллеги, я не буду вас больше задерживать. 22.20, у кого-то и даже больше. Нет. Если нужен питон для анализа данных, достаточно уровень на этом курсе, надо... Достаточно питона для анализа данных. Нет, больше не нужно. Нет нейронки для этого чата. Мы как раз ее сейчас готовим. Мы собираем контент с вопросами. Ну, мы, точнее, в первую очередь, мы готовим нейронку по ответам на вопросы по нейронкам. Так как у нас большие потоки, мы сейчас скоро сможем собрать базу и позволить себе это сделать. И, возможно, даже ваш поток уже сможет получать мгновенного куратора. Хорошо, что живем. Да, вам повезло. Вы последний день открытых зверей, кто живем. Мы через неделю переходим на записи, потому что я скоро умру вести детей открытых зверей, если честно. Франшизу Терминатора. В детстве я обожал второго Терминатора, но так я уже сто лет не пересматриваю. Все, коллеги, хорошего вам вечера. Думайте, решайте, приходите. Мы вам будем супер рады и постараемся сделать так, чтобы вы не только круто обучились, но еще и кайфанули от процесса. Все, всем пока.